спасибо за ваши вопросы хочу сказать что сейчас идет тяжелый астрологический период вот все это чувствуют это выражается в том что психика напряжена внимание рассредоточено поэтому мы не можем жить внутри своих планов сейчас все планы немножечко страдают у кого-то сильно страдают у кого-то происходит тяжелое событие сейчас самое время если они должны происходить то они будут происходить именно сейчас поэтому у нас актуально очень что лекция сегодня происходит и даже интересно как она происходит то что я вчера еще вечером совершал как бы такое длительное паломничество 24 километра прошел босиком вот и потом сразу сел на машину там бессонная ночь и мы с вами встретились я был в индии еще совсем немного времени назад поэтому у нас с вами сегодня будет замечательная лекция куда мне прикрепить у меня уже этим микрофон и так вот потому что она актуальная она вовремя происходит каким видом активности благоприятно заниматься женщине физической балет художественная гимнастика танцы легкая атлетика единоборства плавание смотрите у женщины психика очень сильно связано с красотой если женщина делает физическую активность в связи с красотой тогда она остается женщиной если она делает физическую активность механически то она перестает оставаться женщиной то есть ее психика она уходит из сферы глубоких отношений сферу поверхностных отношений механических с результате женская природа она начинает страдать женщина чувствует себя неудовлетворенно чем можно это сравнить это можно сравнить с тем что рыбу заставить ходить ногами да или ну то есть есть удобные вещи крокодилу неудобно по земле ползать ему удобно в воде а слону удобно по земле так крокодил получать сильнее в воде слона а слон сильнее на земле крокодил женщина сильнее когда она действует как женщина то есть она должна заниматься той физической активностью танцы художественная гимнастика единоборство относится к этой категории нет но допустим некоторые делают ушу вот такое женское то есть там очень много пластики такой но сама идея борьбы она не женская уже идея женщине нам не надо ни с кем ни за кого бороться потому что природа женщины такова что она должна так жить в этом мире что все должно даваться само собой смотрите многие женщины настроены на то чтобы достигать в этом мире всего то есть они пытаются с помощью знания обучение в институте там и так далее достигнуть счастье себе допустим да но по факту köt später женщина чего зависит от того что ее полюбить хороший человек так это главное счастье конечно ее счастье также зависит от хорошей работы там на все прочее но главное часть если он по любит хороший человек но хороший человек может любить если у меня есть допустим женщина так должны рассуждать женская природа то есть хорошие качества женщины. Но качества, они не достигаются с помощью, ну, допустим, если я займу высокое положение в обществе, будут ли у меня хорошие качества от этого, они изменятся, мои качества или нет, не останутся такими же, как были. То есть качество человека зависит от его другой деятельности внутренней, то есть деятельности, которая связана с сердцем человека. Поэтому женщина должна этой деятельности больше в своей жизни уделять внимание. И тогда она получит те результаты, само собой, которые должны, должна получить. То есть эта деятельность связана с энергией любви, она имеет творческую природу, то есть поэтому движение должно быть таким, должна быть зарядка, не раз, два, три, четыре, пять, а под музыку, танцы. И легче тоже так физически, допустим, женщина научилась, допустим, механическим каким-то движением, да? Ей будет нравиться это делать или нет? Нет, это аскезы. А если она научилась танцем, она естественно будет уже, ей будет хотеться потанцевать, и она будет таким образом поддерживать свое здоровье. Потому что физические упражнения нужны только для одной цели, для здоровья, нет другой цели. Красота — это тоже результат здоровья. То есть если человек здоровый, он, значит, стройный, красивый, все это результат здорового поведения, правильного поведения. Жизнь должна быть физически активной. Физически пассивная жизнь больная. Ну она общается с лошадью в это время, она строит глубокие отношения. Это нормально, это женская деятельность. Йога, да, смотря какая йога. Есть разные йоги. Если вы, как бы, там силовые упражнения какие-то делать, то это уже не женское. Я не знаю, как мне правильно вести себя в моей ситуации. Мы с моим любимым человеком решили пожениться. По взглядам на семейные отношения, по многим параметрам, мы идеально подошли. Даже по гороскопу. Ну видно по фотографии, да. По Луне все гармонично. Но последний месяц мы стали сильно конфликтовать и обижаться друг на друга. Нормально. Обычная ситуация. Люди подходят друг к другу, они начали сближаться. Сначала хорошая карма объединяется. Мне хорошо с тобой. Снегопад в дождик проливной. Потом начинает плохая карма. Дальше соединяться и начинаются раздоры. То есть, если правильно строится семейная жизнь, то сначала идет горький вкус семейных отношений. Пока мы встречались, у нас был всегда сладкий вкус. Как только мы начали жить вместе, начался сначала горький вкус. Это хорошо. Это значит, что люди учатся понимать друг друга. А потом будут сладкие, когда поймут. Но понимать не означает, что мне должно быть хорошо с человеком жить. Нам никогда не будет друг с другом хорошо. Потому что суть человека – это эгоизм. Человек хочет жить для себя. Когда человек хочет жить для себя, он насилует всех. Он принуждает всех людей на себя обращать внимание. Женщина по-женски, мужчина по-мужски. С этой точки зрения не будет никакой совместимости никогда. И никогда не будет хорошо. Человек может понять, как быть счастливым, если он изучает этот процесс очень серьезно. Для этого предназначена человеческая жизнь. И когда человек начинает уже, ну, учиться служить, заботиться, действовать не в свою угоду, а в угоду близкого человека, тогда начинается счастье. И вот как заботиться о близком человеке? Очень сложно понять. Нужно научиться принимать его недостатки. Первое – нужно научиться делать то, что ему нужно. Второе – и третье – нужно научиться его воспитывать. После того, как ты уже это сделал, 2-2 первых шага, третий шаг обязательно нужно сделать, иначе он обнаглее. Потому что близкий человек такой же эгоист, как и я. Но если я, допустим, победил себя, это не значит, что он победит себя скоро. Победа над собой что означает? Я перестал заботиться о своих потребностях, начал заботиться о потребностях близкого человека. Видите, сама фраза уже тяжело воспринимаема. Уже кажется страшно, как это, я не буду заботиться о своих потребностях. Главная потребность человека, она не познана нами, мы ее не знаем. Главная потребность человека заключается в том, чтобы отдать себя. Наша природа, глубокая природа человека – это природа души, мы души. А душа, она хочет отдать себя, она не хочет эксплуатировать, то есть заставлять себя отдавать других. Она хочет отдать себя. Вот, допустим, можно привести пример, когда естественным образом мать может отдать себя ребенку, да? Она же не для себя действует с ребенком, а для ребенка. Сразу ей становится хорошо. Если мы влюбились, допустим, я себя отдаю близкому, любимому человеку, не думая о себе, мне становится хорошо. Когда я начинаю заботиться о своих интересах, начинается несчастная жизнь. А с другой стороны, смотрите, у нас внутри есть сила, которая заставляет нас заботиться о своих интересах. Она говорит, ты что, смотри, он же не любит тебя, он грубо с тобой себя ведет. Давай его воспитывай. Сила эта принуждает так действовать, думать. Но воспитывать человека надо не из-за того, что он мне не делает хорошо. Воспитывать надо для него его. А это совсем по-другому. Это означает, что я это делаю из добрых чувств. То есть я его воспитываю не тогда, когда мне плохо и кричу на него, а тогда, когда нам хорошо с ним вместе. Я ему что-то объясняю, потому что он хочет меня слушать. А вот это хочет слушать приходит не сразу. Надо прожить, может, несколько лет вместе, чтобы человек захотел слушать. Поэтому не нужно рассчитывать, что сразу будет хорошо. Вот девушка рассчитывает на это сейчас. Она говорит, мы совместимы. У нас гороскопы подходят. Нам было уже хорошо. Почему стало плохо? Потому что цель отношений неправильная. То есть, смотрите, они хотели, чтобы было хорошо. Это уже неправильная цель. Она неправильная, поэтому будет неправильный результат. Цель надо не чтобы не было хорошо, а чтобы я забыл про себя, чтобы я начал служить в этом цели. Тогда станет хорошо само. Смотрите, если человек правильно делает, хорошо становится само. А если я хочу хорошо, само становится плохо само по себе. Поэтому надо забыть про то, что мне надо хорошо. Вот, допустим, я ночь не спал там, я летел из Индии к вам. И если я сейчас буду об этом думать, то лекции не будет. А мне надо как думать? Что мне хорошо с вами? Мне все равно, спал я или не спал. Мне все равно хорошо. Потому что я с вами встретился, я к вам прилетел сюда. По дороге я встретил 4 человека, которые слушали мои лекции. Мы с ними пообщались с кем-то. Когда я летел туда, одна стюардесса, она ходила, ходила, говорит, не пойму, откуда лекция идет. А я общался со своим приятелем. И она не могла понять, откуда лекция идет в самолете. Ну да, она лекцию услышала, что идет лекция. Откуда – непонятно. Люди дарят много любви, поэтому я должен отдавать назад учиться. Я ответил на ваш вопрос. Нет сомнений, что вы должны быть вместе. Женщина задает вопрос, потому что она сомневается. У женщин много сомнений всегда в начале семейной жизни. Она всегда сомневается, стоит ли нам быть вместе. Не надо сомневаться. Я когда… На самом деле, духовная жизнь или религиозная жизнь, она сильно отличается от обычной. Я вам приведу один пример. Мы когда шли вокруг святого места вчера, со мной вместе шли два молодых людей. Он русский, и он очень погружен в духовную жизнь. Уже много лет живет в святом месте. Она индуска, из такой, знаете, семьи очень высокой касты, высокого происхождения. И очень трудно было принять решение выходить за него замуж, хотя они вместе, и понятно, что они подходят друг к другу. Я их увидел, я ей говорю, вот, там, сказал, это ваш муж, там, туда-сюда. Она, какой муж мы еще, как бы вообще, только встречаемся. Я говорю, ну, извините тогда меня. И мы пошли обходить святое место. И в одном месте мы зашли в храм, где необыкновенная личность, как бы священником является необыкновенный человек. Он обладает даром ясновидения, даром понимания людей. И он посмотрел на него, говорит, у вас должно быть четверо детей. И на нее тоже, у вас должно быть четверо детей. И он говорит, вы муж и жена? Она говорит, нет, мы встречаемся. Он говорит, и сколько вы собираетесь еще встречаться? Она такая замолчала. Но он, понимаете, она такая же, как он, то есть она индусская, она верит в Бога, глубоко погружена вот в эту религиозную жизнь. Он говорит мне, вон там гирлянды лежат две, возьми, пожалуйста, две гирлянды. Я понял уже, что происходит. Взял две гирлянды. А согласно медической культуре считается, что если мужчина надевает на женщину гирлянду, женщина надевает на мужчину, потом женщине ставится вот здесь красный такой вот пробор, то значит, что они женаты, все, до свидания. Если это происходит перед алтарем, то это и называется процесс, называется свадьба или венчание. Люди пришли просто в храм заглянуть, получить общение со священником. Вот я подношу гирлянду, он дает гирлянду молодому человеку. Говорит, одевай. Одевает ей гирлянду, потом смотрит на нее. Говорит, ты чего задумалась? Она такая трясущимися руками одевает на нее гирлянду. Он ей ставит вот этот знак и говорит, поздравляю вас, вы поженились. И она стала такой счастливой после этого, потому что Господь сам решил ее вопрос. Понимаете? Когда люди живут для Бога, то Бог решает их вопросы сам. Но у них не было возможности жениться, потому что родители никогда бы не согласились на это ее. Ну, все решилось, когда родители узнают, что это решает священник. И все это происходит перед алтарем, когда вопрос закончен. Так человек должен жить, понимаете? Он должен жить, полностью отдав себя чему-то светлому, высшему. И тогда все его вопросы личные решаются само собой. Понимаете? Но мы очень сильно погружены в себя. Мы очень думаем о себе. Хотим решать свои вопросы. И сила совести, вот здесь у нас есть голос совести, он этого не любит. Совести этого не любит. Поэтому мы ругаемся, скандалим. И проблема только в одном заключается, что человек просто не знает, как жить правильно. И все, в этом проблема. Природа стресса такова. Мужчина много лет находится в состоянии напряженности. Ему постоянно хочется еще больше эмоций, риска, опасности, скорости. Ему постоянно нужен адреналин. Женщина не смогла с ним жить и ушла от него. Когда мужчина сильно переживал и стал употреблять психостимулирующие наркотики. А стал близкий искусственному адреналину. Так он попал в плохую компанию. Сейчас жена к нему вернулась. Он пытается бросить, но не может. Говорит, все понимает, но эта штука сильнее его. Что означает страсть к адреналину и как с ним бороться? Смотрите, мы принимаем ситуацию механически очень. Причина проблемы заключается в том, что сама идея жить неправильная. То есть мы, смотрите, мы живем для того, чтобы поддерживать свою жизнь. То есть вся цель жизни нацелена. Мы цель жизни на что нацелены? На то, чтобы заработать себе на квартиру. На то, чтобы накормить семью. На то, чтобы отдать детей в школу. Но это не означает жизнь. Это означает поддержание жизни. Ну то есть, смотрите, животные делают то же самое. Они роют норки себе, кушают, добывают пищу. Так? Это жизнь или не жизнь? Нет, это не жизнь. Это называется поддержание жизни. Потому что жизнь сама, животных в чем протекает? Мы вчера обходили вот это святое место. Я увидел, как две собачки, они забылись в любви друг к другу. Они кусали друг друга, барахтались там, вот так кружились, пыли. И они жили в это время. Ну потому что, когда они бегают, нюхают там. Это не жизнь. Это они нюхают, когда бегают, хотят покушать. Это не жизнь. Это поддержание жизни. Но жизнь происходит вот в этих отношениях. Так? И чем больше жизни у человека, тем больше счастья. Чем больше счастья, меньше напряжение. Напряжение означает постоянно ум. Что такое напряжение? Ум хочет счастья. Это психическая структура, которая постоянно хочет счастья. Ум. Он говорит, я хочу счастья, я хочу счастья, я хочу счастья. Счастье находится в глубоких отношениях, в сфере глубоких отношений. Не находится в сфере добычи денег, в сфере положения, занять высоко в обществе, в сфере науки, допустим. Нет, нет там счастья. Счастье находится в сфере глубоких отношений. Но если человек в день вообще практически не уделяет этому времени, какое будет счастье у него в жизни? Он говорит, некогда, мне некогда быть счастливым. Ну хорошо, давайте разберем такой момент. Ты, допустим, хочешь поспать, да? И ты стремишься поспать, и все организуешь для того, чтобы тебе поспать. Но тебе некогда поспать в результате, потому что слишком много организационных вопросов. Тогда зачем, какой смысл организации этой заниматься? Надо просто лечь и поспать, и все. Понимаете, часто мы вот эту всю внешнюю сторону жизни увеличиваем до безобразия просто. А внутреннюю, главную часть жизни сокращаем. В результате что происходит? Мы не живем, мучаемся. Поэтому человек, почему он на наркотики сел? Потому что он не живет, это не жизнь. Ведь он постоянно напряжен. И он говорит, мне нужно что-то сделать, чтобы снять это напряжение. То есть, есть два способа снять. Один способ начать жить, то есть строить глубокие отношения. А он не может это делать, потому что его не научили. У него нет на это даже образования внутреннего. Ему тяжело улыбаться, видно этой девушке, ухаживать за ней. И тяжело как бы делать так, чтобы все были счастливы вокруг. Он не научился это делать. И чем он занимается? Он просто снимает напряжение. Что это означает? Это означает, что он просто подвергает себя ситуации, в которой психика очень сильно напрягается и происходит перезагрузка машины. Я когда летел в самолете, компьютер перед моими глазами постоянно перезагружался. Я его пытался выключить, не выключается, перезагружается постоянно. Я думал, ну вот мне надо читать об этом как раз лекцию. Что такое стресс? Это постоянно перезагрузка. Человек не работает, не функционирует. Отношений нет, потому что сильное напряжение заставляет снять его. Что нужно делать в этой ситуации? Нужно понять, что даст отношения. Вот с человеком легко построить отношения или нет? Легко построить? Сложно? Это неправильный ответ. Не сложно построить отношения. А очень сложно, очень сложно. Но если вы имеете алтарь дома, с ним легко построить отношения? Глубокие, любовные. Со священным писанием легко построить? Легко? Берете и строите. Ну понимаете, мы же не ищем легких путей, да? Если у нас есть, допустим, вот просто можно открыть, да, белую дверь, да, и войти в этот мир, прекрасный мир, глубоких чистых отношений светлых со святым человеком. Просто сейчас можно это сделать очень быстро. Просто закрыть глаза и войти в этот глубокий мир. Мы не хотим. Нам нужно что-то практическое, да? Самое практическое это и есть вот этот глубокий чистый мир. Мы просто об этом не знаем. Мы думаем, что практичнее всего добиваться чего-то в этом мире материального, там, допустим, машину, квартиру. Без машины, без квартиры не проживешь. Посмотрите, интересно, когда человек живет глубоким миром, он становится всепривлекательным. Когда у человека есть сердце, любовь, он нужен всем, начальнику, подчиненным, жене. Все хотят только одного от нас, любви. Но любовь, она возникает в результате глубоких отношений со святостью. Она не возникает в результате отношений между одним человеком и другим, потому что эти отношения глубокие между людьми, труднодостижимы. Понимаете? У нас нет опыта отношений с чистым светлым чем-то. Мы должны стремиться к прекрасному далеко. Оно должно стать прекрасное, близкое, а не далеко. Прекрасное, далеко, не будь ко мне жестоко, да? Оно должно стать прекрасное, близкое. Счастье уже здесь находится, в сердце, прямо сейчас. Видите, я с вами говорю, и так как я был в святом месте и целую неделю погружался в отношения с чистым и светлым, в отношения с Богом, вы слушаете мои лекции сейчас, и ваши сердца наполняются чем-то сладким. Так или нет? Я ведь ничего не делаю, правильно? Я просто сижу с вами разговариваю в простых вещах. Многие думают, я это все знаю, Олег Геннадьевич, давайте посерьезничаем. Вот. Но мы с вами говорим о простых вещах, и сердца наполняются счастьем просто само собой. Именно это то, чего больше всего не хватает человеку в жизни. Это самая главная потребность, понимаете? Мы забыли ее, мы стремимся к чему-то другому. Нам надо быстрее, Олег Геннадьевич, давайте быстрее про стресс, теорию. Говорим теорию быстрее, сам нужно наполнить мозги знанием. Но самое главное знание я вам уже сказал еще до того, как лекция началась. Не думайте, что вы его поняли. Выйдите отсюда из лекции, через пять минут вас опять понесет. Взяла метро, потом... И все. Уже... Это не то, что вас, меня тоже. То есть мы все одинаковые. То есть вот эта глубокая жизнь, она очень труднодостижима. Потому что для этого надо очень сильно понять ценность этой глубокой жизни. Очень сильно понять ее важность для человека. Мы не понимаем ее, поэтому нас несет куда-то, мы куда-то бежим все время. И стресс в этом заключается. Это называется понимание чего-то светлого, сладкого и глубокого. Называется высшая цель жизни. Понимаете, у нас есть какая-то цель жизни. Вот, допустим, у девушки, которая вот этот вопрос задала в фотографиях. Два хороших человека, сильно совместимы. И она уже... Вот, вот они. Сильно совместимы, все классно. Но цель жизни ее другая. Она хочет наслаждаться семьей. Это значит, что однозначно, что счастья не будет. Все. Потому что другая должна быть цель жизни. Понимаете? Нужно научиться быть слугой семьи. Научиться ее наслаждать, а не наслаждаться. Это совершенно противоположные вещи. Олег Геннадьевич, у нас будет счастье или нет в семье? Это все равно, что я подхожу к тому, кто принимает экзамен. И спрашиваю, мне поставят пятерку сегодня или нет? Ну, может быть, и поставят, если ты будешь... Видите? Он решительно идет к тому, чтобы строить близкие отношения. Спасибо. Спасибо большое. Сама идея, часто в нашей жизни неправильная. Мы хотим результата. Почему? Потому что мы уверены, что эта жизнь предназначена для счастья, в которой мы сейчас живем. Первая и главная ошибка, с которой мы попали. У нас внутри сидит четкое представление. Моя жизнь предназначена для счастья. Можно... Давайте порассуждаем на эту тему немножко. Смотрите. Я родился в сильных муках. Веды описывают, что ребенок внутри утробы чувствует себя очень тяжело. Он как в клетке, как птица в клетке, 9 месяцев томится. В 7 месяцев от рода он начинает понимать себя, осознавать. Ему очень тесно там. Мать знает, что он начинает ножками туда-сюда. Ему тесно. Ему хочется жить. А жить негде. Места мало. Рождение само сопряжено с тяжелейшим стрессом. Ребенок проходит через рядовые пути с большим трудом. Он не дышит в это время. Мы оставляем тело точно так же, с большими муками. Сама возможность здесь получить хоть что-то в этом мире сопряжена с большими трудностями. Надо выучиться. Надо найти жилье. Надо найти работу. Столько болезней. У каждого человека 4 вида хронических болезней. Я это точно знаю, потому что этим занимаюсь. Заложено с самого рождения. 4 вида хронических заболеваний. Люди говорят, откуда у меня это все взялось? С рождения уже заложено. Мы должны болеть здесь, в этом мире. Уже заложено то, что мы должны болеть. И при этом мы уверены, что моя жизнь предназначена для счастья. Она не для счастья предназначена. Она предназначена для того, чтобы сдать экзамен. И как ты его сдашь, такова будет твоя жизнь. Надо учиться получать знания. Мы должны получить знания в этой жизни, а не стать счастливыми. Мы требуем счастья. Перемен требуют наши сердца. Надо требовать знания. Надо работать над собой. Пытаться понять, как жить. Тогда сразу совсем другая жизнь начинается. Надо понять, чему стремиться в этой жизни. Потому что люди живут очень просто все. Они бегут туда, куда все бегут. Для всех самая большая ценность – работа. Для меня самая большая ценность – работа. Для всех самая большая ценность – квартира. Для меня самая большая ценность – квартира. Вот, допустим, задайте себе вопрос. У вас отношения важнее вам или квартира? говорите отношения хорошо почему тогда мы не рожаем детей у нас есть отношения но негде жить значит все таки квартира важнее получается отношения могут быть и без квартиры своей так у меня до сих пор нет своей квартиры нормально у меня хорошие отношения ведь я сказал это ваши сердца многих наполнили страхом если олег геннадь чего нет до сих пор квартир то у меня тогда какие шансы я не ставлю перед собой эту цель у меня есть другие цели я знаю куда средства которые приходят ко мне в жизни отправлять чтобы было больше счастья я знаю у меня есть знание на это но и поэтому мне хорошо жить там где живу хозяйка того дома который мы снимаем женой она звонит и говорит пожалуйста оставайтесь живите у меня хочу чтобы жили у меня но она не слушает мне лекции на православный человек другая культура но и она очень счастлива что мы там жили я долгое время нахожусь в стрессе от окружающих меня проблем но с другой стороны я иногда сама хочу страдать чему-то это приносит мне удовольствие до проблема заканчивается становится неинтересно иногда хочется проблем чтобы показать себя сделать себе больно как вылечить такое мазохистское отношение к себе мы хотим жить правильно вот если допустим жизнь означает что мне надо общаться с тем кто будет не делать больно значит я иду и общаюсь с тем кто будет делать не больно потому что без отношений нет жизни но самое лучшее вообще самое лучшее жить одному никто тебе не делать больно так все классно почему-то все идут в отношения все лезут в отношения потому что без отношений нет жизни Жизнь только в любви может строиться, в отношениях. Некоторые говорят о монахе, как. Они у них еще глубже отношений, чем у нас. У них семья гораздо более глубокая и родная, чем у нас. Вы даже представить многие себе не можете, как им хорошо жить друг с другом. Потому что у них в отношениях нет эгоизма. Само желание заниматься сексом рождает жуткий эгоизм. Когда семья создается, люди хотят наслаждаться друг другом, потому что вот это вот половое наслаждение, оно сильно заволакивает сознание, сковывает человека, ему очень хочется наслаждаться близким человеком. Это вызывает взрыв эгоизма. Эгоизм начинает расти сильнее, 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 сильнее. В результате чувствительность людей возрастает все больше и больше и больше. И потом малейшее слово неправильное вызывает сильную боль. Но монахов этого нет, потому что они живут чистой жизнью. Вы, конечно, сейчас можете в интернет зайти и искать, искать, что монахи, гомосексуалисты, там, искать. Вы найдете обязательно, если будете это искать. Вот. Но если вы хотите понять, то такие монахи на самом деле, тогда поищите в жизни святых людей что-то, информацию об этом. И вы найдете тоже, что есть чистые, светлые отношения между людьми. И вот это и надо как раз искать нам. Смотрите, если взять весь кинематограф, который сейчас мы видим на голубых экранах, то все там связано с какими-то эмоциями жути и страха. То есть, если есть любовь, обязательно начинают пальцы что-то так расти куда-то не туда, там морда перекореживается, или еще что-то происходит, кто-то там кого-то зомбирует, кто-то стреляет в кого-то, убивает, или еще что-нибудь там происходит. Почему это все так? Потому что те, которые снимают кино, они не знают, в чем больше всего потребность человека. Я когда на телевидении уже все договорились, мы хотели сделать передачу по семейным отношениям в Москве. Мне потом, просто тот, кто возглавляет канал, он говорит, слушай, ну это не может быть рентабельно просто в принципе, потому что это неинтересно. Вы говорите просто о счастливой семейной жизни, это неинтересно. Вот если бы мы сейчас скандалы устроили, чтобы там теща орала на зядя, чтобы все там умирали от ненависти друг к другу, все будут смотреть. А если просто говорить о любви, о том, как строить отношения, никто не будет смотреть. Это неинтересно. Говорят, давайте сделайте что-нибудь поживее. Поживее означает, кто-то должен кого-то оскорблять, ненавидеть. Почему он так говорит? Как вы думаете? Востребованность. Кто-то считает, что такая востребованность в обществе? Хорошо, если вы считаете, что это востребованность главной в обществе, тогда я вам задам вопрос. Вот эти люди, которые так считают, они вот такие залы собирают, нет? Нет. Значит, получается, востребованность какая-то другая в обществе. Люди устали, они хотят сладкого вкуса, они хотят чистых светлых отношений видеть, они хотят видеть, что такое верность, что такое любовь. Они устали смотреть на эту ненависть, злобу, жестокость. Им уже страшно, больно уже смотреть. Но так как они не знают, что им надо, они поэтому включают телевизор и опять смотрят одно и то же. Я слетел в самолете, везде смотрели телевизор. Я не увидел ни одного фильма, в котором бы что-то чистое и светлое провозглашалось. Везде провозглашается во всех фильмах чистое и светлое. Но через что? Через жуткие страдания, боль, невыносимые какие-то ужасные вещи какие-то происходят. Почему? Потому что такой принцип понимания вещей. Так люди видят эту жизнь. Они думают, что счастье приходит через вот эту жуть. Для того, чтобы от секса счастье получить, нужно заниматься половыми извращениями. А иначе счастья не будет никакого. Не считают так многие люди. Но должно быть все по-взрослому. А счастье на самом деле просто любовь. Просто вот эти глубокие отношения между людьми дают счастье. Потребность это очень трудно понять. Тем людям, которые занимаются кинематографом, им очень трудно понять, что это станет популярным. Потому что это не сразу станет популярным. Это риск делать такой фильм. Но он потом зажжет сердца людей. Когда «Белое солнце пустыни» делали вот этот фильм, он соткан из любви только. Там все пронизано вот этой любовью, понимаете? То есть, Саид, почему седло мокрое? Стреляли. Уже анекдоты по этому поводу идут. Анекдоты означают любовь. Понимаете? И этот фильм не пропускали. Не хотели, чтобы его показывали. Потому что думают, ну что это такое? Там все какое-то такое, странное такое. Все обнимаются, белогвардейцы с красными. Все друг друга любят. Все смотрят до сих пор. Почему? Потому что там есть вкус. Понимаете? И цель моей лекции донести, это очень важная тема. Жизнь человеческая соткана из вкуса. Понимаете? Вкус это самая глубокая часть жизни. Если взять и корень жизни человеческой, пытаться понять, корень жизни человека – это любовь. И любовь имеет свой вкус. Вот этот вкус любви является самым ценным, что у человека может быть. Смотрите, нам показывают горький вкус любви. Во всех телевизорах, на всех телеэкранах, везде мы видим только горький вкус. Горький, терпкий, соленый, острый. Сладкого вкуса нет? Почему? Потому что нет святости в жизни. Сладкий вкус исходит только от святости. Люди забыли, что такое сладкий вкус, что такое святость. Люди не стремятся к святости, они стремятся к чему-то другому. Понимаете? Результат печальный очень. Очень печальный. Татьяна Абукадыровна, я так рад вас видеть здесь. Спасибо вам большое, что вы пришли. Итак, мы с вами будем говорить сегодня о очень важной теме. Стресс – это важная тема. Потому что она указывает на то, что человек не понял, зачем он живет на этой земле. Ко мне сейчас подошла одна девушка. У ней недавно муж оставил тело. У нее двое маленьких детей. И она находится в стрессе. Если бы у меня произошла такая стратегия, я бы тоже находился в стрессе. И она пришла ко мне просто за отношениями. Потому что она, когда подошла ко мне, она не знала, что меня спросить. Потому что уже все произошло. Что еще можно спрашивать? Любимого человека покинул отношения? Нет. Кажется. Кажется. И она говорит, я его не чувствую. Она спрашивает, а он меня чувствует? Я говорю, конечно. Я прям почувствовал тепло от него, заботу от женщины. Люди же не умирают. Жизнь остается навсегда. Человек живет в тонком теле. Если ты хочешь это узнать, ты узнаешь. Я хотел сильно это узнать. Я могу сейчас видеть человека, который оставил тело. И слово умирает, это предательство. Говорит, что человек умирает, это предательство. Человек не умирает. Он оставляет грубое тело, живет в психическом теле. Потом получает новое грубое тело. Я говорю то, о чем я знаю, потому что я изучаю это не понаслышке. У меня есть методы, дающие возможность это понять. Ну, посмотрите, то есть она подошла ко мне за отношениями. Потому что человек в такой ситуации нуждается в самом главном. Нуждается в этой внутренней чистоте сердечной. Но, смотрите, если бы мы строили с самого начала такую жизнь, если человек к святости стремится к этой чистоте сердечной, с самого начала больше всего, то когда близкий человек оставляет тело, то вот это чувство, что что-то недоделано, что-то не так в жизни, что его потеряло, оно не возникает. Она меня спросила, а мы будем вместе в следующей жизни? Возможно. Для этого нужно сдать экзамен в этой. Когда люди вместе? Они не надо ждать следующей жизни. Можно быть вместе в этой. Потому что самые главные отношения начинаются тогда, когда ты не можешь уже человека видеть рядом с собой. Самые главные отношения имеют вкус разлуки. Типа, смотрите, женщина больше всего любит своего мужа, когда он куда-то уехал. Вот моя жена больше всего меня любит, когда я уезжаю. Я уехал, и я сейчас думаю о ней, смотрю в ее сердце, она ждет. Это вкус очень большого счастья испытываю. Но когда я приеду, меня уже никто не будет ждать. Вот смотрите, мы когда разлучены, мы больше любим друг друга, чем когда мы вместе. Но мы не хотим разлуки. Мы говорим, я хочу рядом с ним быть. Женщина меня спросила, она меня спросила на самом деле, а мы вместе или не вместе? А это все зависит от того, как ты живешь. Потому что, смотрите, мы же как хотим быть вместе? Мы хотим наслаждаться друг другом, означает, и нужно присутствие человека. Служить человеку можно без присутствия или нет? Можно. Можно желать ему счастья в своем сердце, заботиться о нем, благословлять его. Делать для него очень многие вещи можно в своем сердце без его присутствия. Но наслаждаться человеком без его присутствия невозможно. Для этого нужно, чтобы он что-то сам делал для меня. Но счастье находится в сфере моих действий, моих. Не действий этого человека ко мне, а моих действий. Это я должен что-то сделать, чтобы счастье возникло в моей жизни. Но мы об этом не знаем. Нам кажется, что для меня кто-то должен что-то сделать. Тогда я буду счастлив. Кто-то меня должен взять замуж. Это неправильное мышление. Почему женщины сейчас одиноки? Много одиноких женщин. По статистике мы проводили статистику с Ватимой Абукадыровной. Проводили статистику здесь. 38% людей, которые приходят на лекции, не женаты, не замужем. Женщин больше, так ни странно. Хотя и для них семья более важна. Женщин больше. Только 35% всех людей, которые приходят на лекцию, имеют семью. Нормальную семью. Потому что 10% не имеют нормальной семьи. Они не расписаны. Означают они... Что означает? Не верят друг в другу. Почему люди не расписаны? Вот кто из вас не расписан, но верят друг в другу? Поднимите руку. Есть такие люди? Вы. Но если вы верите друг в другу, почему вам не расписаться? Не знаете? А я знаю. Надо просто идти и расписаться, и все. Попались. Да, люди верят друг в другу, они дают клятву перед государством, перед церковью. Тогда это означает вера. Вера означает клятва, это не означает просто жизнь. Почему столько одиноких людей? Как вы думаете? В чем причина? Потому что все одинокие люди хотят, чтобы их любили. Одиночество. Что значит одиночество? Означает я хочу. Я хочу быть с тобой. И я буду с тобой. То есть, я хочу, чтобы меня любили. Ну вот хорошо, если ты хочешь быть с ним, служи ему в своем сердце. Женщина должна начать служить всем. Она должна как женщина себя вести. Вот кто такая женщина? Давайте два варианта возьмем. Женщина это та, которую все должны смотреть, любить ее должны. Один вариант. Второй вариант. Женщина это та, которая заботится обо всех, всем улыбается, всем все делает приятно. Она создает отношения. Ваш эгоизм же, дорогие мои женщины, выбрал первый вариант. А ваше сердце и ваше счастье, ваш разум выбрал второй вариант. Как определить, где разум, где эгоизм? Эгоизм выбрал первый вариант. Он сказал, я хочу, чтобы меня любили. А разум, то, что дает счастье человеку, понимание правильных вещей, выбрало второй вариант. Я хочу служить, но не могу. Мне тяжело готовить, мне тяжело стирать, убирать. Мне тяжело общаться со всеми, улыбаться. Очень тяжело. Тяжело очень. Пускай сами мне улыбаются, тогда я буду им улыбаться. Вот это тяжело, оно, знаете, от чего идет? От того, что я не понимаю, где моя жизнь настоящая протекает. Я не понимаю этого вопроса просто. Моя жизнь настоящая протекает там, где я могу быть женщиной по природе. И женщиной, как статуэтка такая красивая, которой все улыбают. Женщиной по природе, которая действует как женщина. Допустим, Золушка, смотрите, ее никто не любил. Никто не любил, но все любили одновременно. Да? Сердце, судьба тяжелая, но мы все любим Золушку. Она очень хорошая. Даже Дисней решил под Золушкой снять свои там эти мультфильмы. Золушку одели в современное платье, часы на нее напялили. Дали ей мужика такого крутого. Ну и все, Золушка поменялась. Золушка осталась Золушкой. Вот. То есть идея в чем заключается? В том, что есть женщина, женская природослужение. Она очень смиренная сама по себе, кроткая такая, чистая, верующая. То есть женщина по природе очень чистая. Она очень склонна доверять, верить. Она очень тактичная, чувствительная по природе. Она готова заботиться очень качественно. Такова природа женщины настоящая. Когда имеешь дело с такими людьми, с настоящими, хочется полностью доверить таким людям свою жизнь. Теперь у меня к вам, женщины, вопрос. И вы знаете, что вы такие. Каждая женщина знает, что она такая, что она может хорошо готовить с любовью, чувствительно, качественно относиться к человеку. Есть одна такая необходимость здесь? Какая необходимость? Нужно, чтобы была любовь. Некоторые ответили, нужно, чтобы он меня любил. Нет. Вот этот ответ неправильный. Нужно, чтобы он меня любил. Потому что любовь имеет женскую природу. Любовь – это женская энергия. Он не может любить, если ты не делаешь то, что создает любовь. Теперь у меня тогда вопрос второй. А где вот взять эту силу, которая дает возможность всем так вести себя по-женски со всеми? Где взять эту силу? От мужчины? Вы ошиблись. И ошибка эта, которую вы сейчас сказали, может, стоит вам тяжелого стресса. Это не то, что я вас пытаюсь угрожать, что-то я говорю, то, что я знаю. Мое знание. Я уже вижу два стресса в вашей жизни. Два тяжелых ситуации, когда вы поверили, поверили, и больше ничего. Понимаете? И больше ничего. Потому что эти силы настоящей любви берутся только от святости. От святости означает… Святость означает только одну вещь – отношение с Богом. Без Бога не бывает святости. Если кто-то скажет… Я знаю святого человека, но в его культуре, традиции духовной нет понятия Бога. Ну, то есть, это святой человек, но он поклоняется не Богу. У него нет понятия Бога. Нет понятия Бога – нет святости. Святость может исходить только от личности. Понимаете? Личности. И в этом заключается незнание, невежество. В чем заключается? Что мы предаемся отношениям с мужчиной, с друг другом. От нее эти отношения по своей природе порочны. Вот смотрите, мужчине что от вас надо? Ему нужно наслаждаться вашим телом. А ваше тело стареет степенно. Значит, наслаждение будет гаснуть. С самого начала уже заложено то, что будет разруха. Понимаете? А если вы доверяете не мужчине, а Богу и святости, то вы начинаете чувствовать очень чистый, сладкий вкус отношений с чистотой. Вы читаете о Священной Писании, о жизни святых людей. И в своем сердце культивируете отношения с этим, с этой сладостью. А сладость движет вами. И когда вы наполняетесь таким сладким вкусом отношений со святостью, вот вы сейчас слушаете меня, ничего не понимаете, о чем я говорю. Но вы должны понять в течение лекции. В этом цель вашей жизни. Вот, когда вы вот с этой святостью отношения начнете свои строить, тогда от вас будет исходить такой нектар, который сделает мужчину счастливым с вами на всю жизнь. Но вы всю жизнь должны Бога ставить выше мужчины. И тогда вы будете для него недоступны. Потому что мужчина может любить только ту цель, которая никогда недостижима. Женщина должна быть всегда тайной. Тайна означает, что ее сердце принадлежит не мне, а Богу. В этом тайна заключена. Такая женщина выглядит очень недоступной, очень чистой, очень светлой, очень глубокой. Вы скажете, а как же он меня тогда будет любить, если мое сердце Богу будет принадлежать? Я же и тогда предательница. Нет, наоборот. Наше сердце становится настоящим, когда оно принадлежит не друг другу. Два человека, они друг на друга должны смотреть в жизни, а они должны смотреть вперед. Вперед означает на святость. Вот смотрите, допустим, представьте ситуацию. Я смотрю на близкого человека. Означает, я жду от него всего, жду от него отношений. Потому что смотреть куда-то означает ждать. Понимаете, смотрите, есть одна проблема. Мы нуждаемся в отношениях. Человек не может просто так жить, чтобы он давал, а назад не возвращалось. Это невозможно. С точки зрения бескорыстия это хорошо так жить. Но так жить невозможно. Потому что душа хочет отношений. Она хочет, чтобы возвращалась назад. Понимаете? А когда, допустим, я... Вот проведите эксперимент. Я подхожу к близкому человеку, отдаю ему всего сердца, все свое сердце. Какой ответ будет? Хороший, но меньше. Меньше. То есть я не получу назад столько же, сколько я отдал. То ли он тормознул, то ли что-то произошло, но он не смог вовремя как бы среагировать на мое послание вот этого вот любви. Так? Муж идет домой с цветами. Раз, жене цветы. Она так, ой, цветы, такая, такая счастливая. Потом смотрит, четное число. Или почему не тот цвет? Ну, как бы цвет этих цветов, он в сердце находится, он несет любовь. Он не несет эти, как бы, бумажки, которые красиво пахнут. Он несет любовь. Но она сначала увидела любовь, а потом она забыла про это. Потому что наша природа неполная. Мы не являемся способными отдавать полностью сладкий вкус назад. Понимаете? Все равно в этих отношениях друг с другом у нас не будет полноты. Мы можем отдавать назад только часть того, что нам дали. Но когда ты обращаешься к Богу уже с этими цветами, ты получишь назад, вот сюда, в сердце. С алтаря тебе два букета не принесут. Но в сердце назад ты получишь полноту. Ты получишь полный вкус. Вот смотрите, я сейчас читаю лекцию просто, да? Вы получаете полный вкус. Я получаю полный вкус. Об этом не надо было мне говорить, потому что от этого вкус стал уже меньше. Но знания больше. И это происходит не потому, что я такой хороший. Попытайтесь это понять. Я был сейчас в одном месте, где люди собрались, 250 человек, на целую неделю для того, чтобы слушать только о святости, только о Боге и только молиться. У нас не было разговоров о семейной жизни, не было разговоров о мужьях и женах. Мы говорили только о чистоте и находились в очень возвышенном, чистом месте святом. Понимаете? И так, как я сейчас нахожусь под впечатлением таких отношений, этот сладкий вкус распространяется, и он дает ощущение счастья. Так должна строиться жизнь человека. Понимаете? Сколько мы отдали туда своей жизни, столько будет счастья. Счастье это результат самого главного, к чему мы должны стремиться всем своим сердцем. Но у нас сердце не стремится к святости. Оно не хочет, оно хочет денег, хочет, женщина хочет ребенка, мужчина хочет хорошей зарплаты, там и так далее. У нас само собой, естественно, нам хочется чего-то другого. И мы думаем, вот это и есть то, что надо на самом деле. Но разумные люди, они смотрят в корень. А корень какой? Вот я подхожу к богатому человеку, у меня есть много знакомых, богатых людей. Говорят, ты счастлив, у тебя много денег. Он говорит, во-первых, у меня немного денег, потому что денег никогда не бывает много, хочется всегда больше и больше и больше. Он говорит, во-вторых, я начинаю чувствовать, что-то я не то делаю. Вроде бы у меня все есть, но что-то не хватает. Вот, допустим, смотрите, в самолет, в котором я летел, там было много бизнес-класса. Бизнес-класс, он означает, хорошая обслуживание, с тобой бегают, ну-ну-ну, себя пыль сдувает. С одной стороны, хорошо, приятно. Но я сидел рядом с человеком, который был на той же программе духовной, на которой я был. Мы сидели рядом, в самолете было 300 человек. Еще два человека было на этих программах, во всем самолете. Но Бог посадил нас рядом для того, чтобы мы продолжали испытывать этот сладкий вкус отношений во всем самолете. Теперь у меня вопрос, у кого был бизнес-класс? У того, кто сидел там и вот так вот, он вот так вот. Но он испытывал сладкий вкус отношений со своим телом. Но что там сладкого? Оно постоянно пукать хочет и кушать, и воняет. Его мыть надо каждый день, чтобы оно нормально пахло. Вот. Чего сладкого-то там в отношениях с телом? Ну, нужно, тело это хорошо, никто не против. Но есть же и другие отношения, еще более высокие. Когда мы с ним беседовали о чем-то возвышенном, люди вокруг замерли, некоторые перестали смотреть телевизор, их притянуло, они начинали, они ничего не слышали, что мы говорили, мы тихо говорили, но они смотрели. Они впитывали сладкий вкус, потому что все нуждаются в сладком вкусе, все хотят сладкого вкуса, никто не хочет просто сидеть и балдеть в самолете. Мы летим в самолете с вами, нашей жизни. Жизнь заставляет нас работать, кормить семью, думать о своей судьбе, думать о том, как же мой близкий человек исправится, когда он исправится, уже Олег Геннадьевич, ну когда? Неизвестно вообще, сколько можно уже так жить. Потому что это означает, что это означает то, что есть экзамен. Сегодня организаторы вот этой лекции подбежали ко мне, ой, Олег Геннадь, все так плохо, вот Ирина, которая организовала эти, организовывают лекции, она заболела, зал занят. Я смотрю на девушку и говорю, ну все хорошо же. Все хорошо. И она такая успокоилась, ой, слава Богу, Олег Геннадьевич. Считает, что все хорошо. Само по себе, что мы можем вместе собраться, это очень хорошо. Это неплохо. Это означает, что в этом мире еще есть то, что может приносить сладость. Что есть еще то, что может давать очень глубокие отношения. Что этим дебилизмом, который сейчас показывают по телевизору, наша жизнь не заканчивается. У нас есть другое, что-то более светлое, что мы можем получать. Мы можем быть вместе. Нам предоставили этот зал, в конце концов, с опозданием небольшим. Почему опоздание? Потому что такой период астрологический идет. Сейчас всем тяжело. Предсказания же были, да? Мы сейчас на пороге великих событий происходят, находимся, как люди говорят. Я серьезно проанализировал как бы вот это вот предсказание и серьезно проанализировал. Я начал молиться, медитировать на него. Я четко вот увидел, увидел, в чем заключается разруха 21 декабря. Разруха заключается в том, что те люди, которые поддались на эту провокацию, что будет конец света, у них внутри будет кульминация страха и кульминация психического напряжения в этот день. и таких людей будет на земле очень много в этот день. В этом заключается конец света. Понимаете, конец света означает в данном случае, что люди, они будут ждать вот смерти в этот день. Хотя смерти нет на самом деле. Если говорить о конце света, то по статистике несколько человек в этом зале оставят тело в следующий за один год. Может быть я, не знаю точно кто, но кто-то из нас в следующий год оставит тело по статистике. Какова статистика? Один-два человека обязательно. Вы говорите, ну не я точно, думаете, да? Я не планировал. Ха-ха-ха-ха-ха. С этой точки зрения конец света постоянно происходит. И что, беспокоиться об этом? Мы живем не для того, чтобы беспокоиться о своей жизни. Мы должны беспокоиться о том, живем ли мы. Потому что когда человек живет на самом деле, он ни о чем не беспокоится. Хотите, я вам скажу правду? Священно-ведические писания описывают жизнь человека, который живет на самом деле. он не боится смерти. Потому что когда он думает о своей следующей жизни, у него такое блаженство внутри наступает, что он чувствует благодать. Он чувствует, что следующая жизнь будет лучше, чем это намного. Кто из вас мне не поверил, поднимите руку? Спасибо вам за искренность, потому что остальные все тоже не поверили, но не подняли руку. Поверить можно только в то, что ты видел своими глазами. Я жил в святом месте несколько лет, ухаживал за людьми, которые приезжали туда оставлять тело. Это необычные люди приезжали, они всю жизнь занимались серьезной духовной практикой, и когда они оставляли тело, были одни и те же признаки. они оставляли тело в ясном сознании, в постоянной молитве. Когда они оставляли тело, в этот момент, когда душа выходит из тела, на теле замирала улыбка, и перед уходом обязательно за один день были божественные видения. несколько вариантов того, что я видел. Жена находится рядом с мужем, который, как мы говорим, умирает от рака. На самом деле он не умирал от рака, он просто переходил из одной жизни в другую, более светлую. И за день до ухода он говорит, звонит мобильный телефон, возьми, пожалуйста. А жена говорит, он не звонит. А он говорит, нет, он звонит, дай мне мобильный телефон. Он берет мобильный телефон, говорит, да, я понял, я готовлюсь. И когда она спросила, с кем ты говорил, он говорит, я говорил со своим духовным учителем. Он сказал, что очень скоро ты придешь ко мне, готовься прямо сейчас. В своем сознании, готовься говорит жене, слушай, я вижу такую благодать, я вижу такую благодать, открой окно, посмотри, какая благодать вокруг. Она открывает, говорит, ничего не вижу. И он посмотрел на нее, говорит, ты не видишь, ты не видишь. И его глаза расширились от счастья, слезы протекли из глаз от счастья, и он в этот момент оставил тело. Это то, что я знаю, потому что я был свидетелем этих событий. И таких событий я видел много. Понимаете, эта жизнь, она бывает разной у разных людей. Одни живут для квартиры и машины и оставляют тело совсем в другом состоянии, в котором психика трясется от ужаса неправильно прожитой жизни. Ужаса неправильно прожитой жизни. Вот в этом самый главный ужас заключается человек, а не в том, что будет конец света. Конец света это конец света для темных и конец тьмы для светлых. Этот день будет ключевым, понимаете. Люди поймут, что никакого света нет, есть просто неправильная вера. Когда люди верят в конец света, то это не вера, это не способ жить. Они поверили в конец света, и у них кульминация жизни в этот день произойдет. Они увидят, что никакого конца света нет, а есть конец неправильного мышления. Им захочется думать правильно после этого, захочется как-то по-другому по-другому строить свою жизнь, а другим не захочется. Они будут думать, может быть ошибка в расчетах. И им помогут, им скажут, да, на самом деле была ошибка в расчетах, конец света переносится через 4 года. Как раз тот срок, который можно подождать. Когда начинаются тяжелые события в жизни, есть предвестники. Так, допустим, слово о полку Игореве. Там ворон черный там крутится, тучи, солнце затмевает, как бы затмение солнечное происходит, тучи вокруг, шакалы воют, животные становятся агрессивными, хорошие животные, такие, как коровы, перестают давать молока, агрессивные животные, такие, как волки, начинают очень активно себя вести. Люди плохие становятся безобразно себя ведут очень. Таких признаков должно быть очень много. Допустим, я сегодня ехал в метро для того, чтобы попасть в гостиницу, и помощник, он очень быстрым шагом шел, и прямо шел на группу молодых людей, которые готовы были всех порвать. У них настолько агрессивное настроение было. я говорю, ты куда идешь, брат? Жизнь человека дороже, самый дорогой большой дар, зачем ты рискуешь, для чего сейчас? Он говорит, извините, я что-то так в страсте нахожу. Мы остановились, подождали, когда они отодвинулись от нас, и пошли дальше. зачем рисковать своей судьбой? Вот эти люди, они орали, такие, вот так вот, на все метро. Очень несложно было понять, что туда не надо идти. Некоторые люди, даже не обладая большими психологическими способностями, подальше от них держали. Руды шли, проходили мимо. Таких признаков должно быть очень много. Видите, этот признак указывает на то, что все-таки тяжелое время наступает, но оно не будет долго длиться. Надо сейчас быть аккуратнее. И вот эта лекция по стрессу, она очень хороша в это время, потому что естественным образом, когда такой период астрологически наступает, все люди, само собой, находятся в стрессе. Вот вы сейчас немножечко все находятся в стрессе, у каждого по своей причиной есть. А? Вы не находитесь. Ну, слава Богу. Не все, почти все. Кому сейчас тяжело поднимите руку? Так немного. Значит, не будет никакого конца света. Если был конец света, все бы сейчас подняли. Много предвестников. Тучи черные, вороны кружат, орут, там собаки воют. Ну, мракобесие начинается. Когда начинаются тяжелые события, все злые люди выходят на улицу, начинают воровать, убивать. Такое в городе начинается, что мама дорогая. Ничего такого не происходит же, правильно? Значит, все нормально. Но в сердце у многих происходит. Они боятся, у них страх внутри. Вот это и есть то, что должно произойти. Это внутренняя вещь. Не наружная, а внутренняя должна произойти. Итак, небольшое было вступление. С вами чуть-чуть пообщались. Как бы тем... А? Да-да, потопы. У нас тоже был потоп. В Краснодарском крае очень много людей погибло. Цифра... Я знаю примерную цифру. Не говорится в средствах массовой информации. Почему? Потому что страшно цифры, на самом деле. Много людей погибло. Ну, что такое конец света? Это когда все погибают. Почти все. Очень много. Вот в Японии был конец света, когда две атомные бомбы взорвали. Был конец света настоящий. Два города людей погибло полностью. Ну, ничего такого уже нет, правильно, сейчас. Никто... Атомной ядерной войны нет. Так? Эпидемии есть. Бывают массовые эпидемии, такие спускаются на землю, что люди, как мухи, мрут. Городами целыми. Такого нет же сейчас? Все нормально? Итак, наша тема сегодня — это преодоление стресса. И основывается она... То есть я буду говорить о том, как эту тему воспринимает древнее знание. Сразу возникает вопрос у многих, почему не современная наука? Почему древние знания? Я не против современной науки. Я недавно имел дело с очень хорошими учеными, и у меня сложилось очень хорошее впечатление о людях, которые занимаются наукой. Я сам тоже погрузился немножко в эти научные все исследования, там, поизучал это все, и... Я пришел к выводу, что в науке есть много хороших людей. Вы понимаете, главная часть исследования, которую мы должны проводить, исследовательской работы, она должна исследовать, в чем заключается суть человеческой жизни. Если мы занимаемся наукой, то почему бы нам не поизучать самое главное? И если углубляться в это самое главное, то становится очевидно, что суть человеческой жизни, она стоит выше материи, потому что вопросы любви, любовь, она нематериальную уже природу имеет. Очень трудно дать чисто такое техническое определение любви, что такое любовь. Уже трудно. Ученым очень трудно это сделать. Я недавно выступал перед серьезными учеными, и один ученый меня спросил, дай определение, что такое дух. Мне было очень трудно научное определение дать этому термину. У меня было определение. Если бы я его там сказал, все... Мои отношения с научными кругами были бы закончены. Вот я не стал его говорить. Почему? Потому что это уже, видите, это не сфера науки. Интересно, смотрите, что самое главное, что с чем мы сталкиваемся в своей жизни. Это вопрос. Есть ли жизнь после смерти? Есть ли любовь, это самое главное в жизни? Почему мы не можем исследовать эту тему? Потому что никакие приборы не могут измерить любовь. Почему мы не можем исследовать, будет жизнь после смерти или нет? Никто не может это... Ни один прибор не может это определить. И поэтому наука занимается чем-то другим. Но вот это самый главный вопрос в нашей жизни. Для чего я живу на этой земле? Если для того, чтобы устроиться здесь получше? Почему тогда, если я устроилась уже, мне не стало хорошо? Надо задать себе этот вопрос. Почему я несчастлива еще, хотя у меня нормальное положение в обществе получше, чем у других? Почему я до сих пор еще несчастлива я? Этот вопрос каждый человек должен себе задать, потому что цель человеческой жизни оказывается другая. И она находится в сфере, которую мы часто пренебрегаем. Мы думаем, что вот это слово «дух», его не надо как бы сильно произносить, потому что это непознаваемо. Но есть разные способы познавать. И поэтому я обратился к древнему знанию, потому что там был признан определенный способ познания. Сейчас в нашей науке нет этого способа познания. Конечно, я не буду сейчас блистать научным как бы способом подачи материала, потому что не обращаясь к древнему знанию. Древнее знание говорит, что знание такое о любви, о душе, о чистоте человеческой, о святости может быть принято только от святого человека. Не от эксперимента. Это не экспериментальная наука. Смотрите, это совсем другой вид науки. Эта наука основывается на свидетельствах. Наша наука тоже основывается на свидетельствах. Это факт. Статистика является свидетельством. Провели статистику, люди просто говорили о том, как они считают. Не говори, у меня улучшились отношения. Это наука. Видите, это статистика. Тоже это свидетельство людей является статистикой в нашей науке. Но какие свидетельства? Вот смотрите, если мы возьмем такой вариант свидетельства, человек говорит, есть высшая любовь. Один мой наставник, которым постоянно молюсь в своей жизни, он имел отношение с теологами. То есть собралось большое количество теологов, и он выступал перед ними. Они специально на него посмотреть пришли. И он говорит, вот вы как бы ученые. Теология означает наука о Боге. Наука о религии, да? О Боге. Религия означает поиск, есть Бог или нет. Говорит, вы ученые, вы изучаете Бога. Есть какие-то приборы, которые могут его исследовать? Нет. Тогда как можно исследовать, есть Бог или нет? Какой способ только исследования? Какой способ мы можем взять? Вот этот вот способ свидетельства, так? Люди говорят, мне помогло, у меня улучшились семейные отношения. Это дает возможность проводить статистику. Потому что опять же проводились исследования, на которых оказалось, выяснили, что самооценка человека указывает на правильное понимание вещей. Понимаете? То есть проводились исследования, в которых выяснили, что вот человек как считает, что у него хорошее здоровье, это и означает, что у него хорошее здоровье. Самооценка очень сильно показывает правильную суть вещей. Понимаете? В науке это признано, вот этот факт признан в науке. И можно проводить статистику в результате. Но этот человек, он обратился к ученым с такой фразой. Я являюсь свидетелем, есть Бог или нет. Вы готовы слушать мое свидетельство сейчас от меня? Я вам буду объяснять, кто такой Бог, потому что я свидетель. Я имею с ним отношение. Вы готовы слушать сейчас меня об этом? Поднимите руку, кто готов слушать. Никто не поднял руки. Я про ученых говорю про ту ситуацию. Я не про себя сейчас говорю. Вы могли неправильно меня понять. Я не квалифицирован так общаться с вами. Потому что я не являюсь свидетелем. Надо быть честным человеком в этих вопросах. И так они не подняли руки. И он говорит, ну хорошо, вы теологи. Когда так, как вы тогда будете изучать эту науку, если вы не принимаете свидетельство? Какие у вас методы исследования? Они тоже не смогли ничего сказать. Такой у них был разговор. Видите, ведическое знание, оно приняло это свидетельство, что есть святые люди, которые объясняют, как жить. На основе их объяснений, то есть, что такое святость, опять же, это изучается. Оно основывается на свидетельстве жизни человека. То есть, не каждый человек может так жить, как они живут. Это не касается только вед. Допустим, в православии тоже изучал эту тему. Если к лику святых причисляются не все, свидетельства их жизни указывают на то, что они святые. Это наука или нет? С точки зрения современной науки может быть именно наука. Можно сказать, это бездоказательно, что они святые. Почему их причисли к лику святых? Но с точки зрения древней науки, это наука. Потому что есть разные способы исследования, понимаете? И этот способ не признан в современной науке, что есть свидетельства святых людей, которые говорят, есть Бог. Которые говорят, есть чистота человеческая, есть святость. Есть правила жизни определенные. Есть цели жизни. Есть суть жизни. И они объясняют, что это такое. Я изучаю это все. Почему? Потому что я хочу быть честным перед собой. Я хочу изучать самое главное. В чем честность моя заключается? Я бы мог все, что угодно изучать. Есть примеры, когда люди изучают докторские диссертации, потому сколько чешуек у змеи на шкуре. Считают, изучают виды породы змеи. И доказывают, что нет, вот столько чешуек, нет. Вот эта порода такая-то. Но я не хочу это изучать. Для жизни человеческой не так важно, сколько чешуек у змеи на теле. Она не имеет принципиального вопроса в нашей жизни. Но есть принципиально важные вещи. Что является сутью человеческой жизни? Любовь. Зачем человек живет, чтобы любовь стала чистой? Кого надо любить, прежде всего, Бога? Как это понять с помощью отношений со святостью? Кто такие святые? Это те, кто посвятили свою жизнь самому главному. И живут для этого уже. Как определить, что они святые? По тому сладкому вкусу, который находится в их сердцах. И по той сладкой жизни чистой, которую они ведут. Как так научиться жить только через отношения с ними? Почему я нахожусь в стрессе? Потому что у меня не хватает в жизни самого главного. Я не понимаю самого главного. Я стремлюсь не к тому, поэтому я сильно напрягаюсь. Стресс – это естественная реакция нашей судьбы. Она нам показывает, что ты не туда идешь. Снег в башка попадет, больно будет. Туда не ходи, сюда ходи. И напряжение. Почему я напряжен? Потому что я иду не туда. Поэтому так сильно напряжен. Когда я пойду туда, меня сразу расслабит. Так сердце человека подсказывает, куда надо идти. Легко понять, куда идти, если ты слушаешь его. Но чтобы его слушать, надо понять, что надо так жить. Есть разные способы. Можно это делать интуитивно, метаясь. А можно делать с помощью знания. Знание – это тоже жизнь. Некоторые люди думают, что знание – это просто… Мы сидим и болтаем. Надо что-то делать. Мы, когда были вот в этом месте святом, мы сидели и общались просто. Была беседа и была молитва и совместное воспевание имен Бога. Это жизнь или не жизнь? Это самое высшее проявление жизни человека. Вот мы сейчас с вами живем самой качественной жизнью. Мы общаемся о самых важных вопросах, с вами говорим. Ваши сердца чувствуют это. Вы ждете от меня чего-то важного. Я боюсь пока вам говорить, потому что чувствую, что вы не готовы. И сейчас так течет наша лекция. В этом ключе находимся. Итак, смотрите. Очень важно, первое, что важно понять, что суть человеческой жизни основывается на том, откуда исходит жизнь. Веды говорят, то есть их свидетельства я принимаю за основу своей беседы. Я вам сказал, почему. Потому что эти темы не могут обсуждать те, которые не понимают, что есть другие виды науки. Ну то есть могу ли я, допустим, понимание, что такое любовь, основывать на психологической мысли своей? Нет. Почему? Потому что если психолог сам, вот смотрите, давайте будем судить. Человек говорит о любви всю жизнь, но у него нет нормальной семейной жизни, нет нормальных отношений ни с кем. Он очень напряжен, там замкнут, у него какие-то там извращения. И он при этом изучает глубочайшую тему любви и пишет об этом научную работу. Является ли это научная работа той, которая должна быть подвержена серьезному изучению? Нет. Почему? Потому что он не знает тему. Он написал все очень красиво, факты подтверждены, все, но тема неизвестна человеку. Почему? Потому что эта тема, она говорит уже не о том, как совокупляются эти инфузоры и туфельки. Она говорит о нашей конкретной жизни и в том числе жизни этого самого человека, который описывает эту жизнь. Но смотрите, с другой стороны, есть люди, которые живут так, что они счастливы, они испытывают глубокую чистоту в отношениях, они всех любят, они уже, в их глазах уже есть свет вечности. Почему бы нам не послушать их на эти темы, что такое любовь, что такое смысл жизни, почему бы нам к ним не обратиться, к таким людям, которые эту тему знают? Вот такое таково мое мышление. Я так начал мыслить, рассчитывать, потому что жизнь коротка, времени очень мало. Зачем тратить зря его? Надо обратиться к сути, пускай я не буду признан, допустим, как серьезный ученый. Ничего страшного. Мне надо прожить свою жизнь честно. Это самое главное. Итак, суть такова, что я, корень моей жизни, я, это душа. Душа, это, что это такое? Скоро сказать, мне непонятно, что такое душа вообще. Душа, это я. Вот вы чувствуете себя как-то, нет? Вы чувствуете себя, вот я, как бы такая румяная? Нет, вы не румяная. Вы румяная, да. Ну, пройдет немного лет, там, лет 30-40, и вы уже не будете такой румяной. С точки зрения тела, как бы все сморчится, но в сердце вы останетесь румяной. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Вот. Понимаете, сердце от человека остается румяным и пушистым, если он верит, что он душа. А если он верит, что он старуха, тогда все уже, жизнь закончена. Смотрите, пожилые люди бывают двух категорий. Одни очень несчастные, поэтому они всех пилят вокруг. А другие очень счастливые, и поэтому они всем дают любовь. Как вы думаете, в чем разница заключается этих двух категорий людей пожилых? Да, первые считают, что я старею, гады такие, я не понимаю, как мне тяжело жить. Взех пилят. Вторая категория. Это те, которые отказались от этой идеи, что я старею. Они больше уделяют чистоте человеческой духовности в жизни. И в результате они начинают чувствовать себя такими счастливыми внутри. И они выглядят очень красиво, такие люди пожилые. Им хочется быть рядом с ними, не хочется никогда покидать их общество, потому что они очень цены, такие люди. И когда они оставляют тело, все плачут очень сильно в разлуке, потому что такой светлый человек ушел. Но с точки зрения тела, он уже весь сморченный был в это время. Тело совсем не функциональное, его не поцелуешь уже, не обнимешь, оно все такое дряхлое, сморченное. Но с точки зрения понимания вещей, оно светлое, красивое, чистое, радостное, глубокое. И так хорошо с этим человеком рядом было жить. Чувствуете разницу понимания вещей? Теперь женщины скажут, что делать с красотой тогда? Она нужна вообще или нет? Нужна, очень нужна. Женская красота – это очень самая востребованная вещь в обществе. Потому что там находится любовь. Ну а ее надо переводить снаружи внутрь, потому что она все равно же будет уменьшаться со временем. Так лучше тогда ее сохранить. Как ее сохранить? Надо больше о святости думать женщинам, больше о чистоте, больше учиться развиваться, как чистое отношение учиться строить с близкими людьми. Женщина соткана из этого желания. Ей хочется так, чтобы так было. Надо понимать, что это значит. Это значит, что я получаю чистый вкус отношений со святостью и даю его близким людям. В результате старости нет, она пропадает. Видите, душа – это то, что не стареет. Итак, душа имеет вечную природу, она не стареет. Она испытывает счастье от того, что она не стареет. Когда человек понимает, что он не стареет, вот я не старею, например. Это очень радостно. Меняется отношение. Раньше девушки на меня смотрели или, типа, ну, не дотягивает. Или, типа, дотягивает. Вот так два варианта было взглядов. А теперь они на меня смотрят по-другому, уважительно очень. И это вот такой взгляд мне больше нравится. Или они не понимают, они смотрят, не понимают. Чего он такой, чего он хочет вообще? Это тоже мне нравится. Это означает, что человек чувствует, что-то есть, а чего – непонятно. Уж лучше так, понимаете, чем вот это вот дотягивает, не дотягивает. Уважение – это лучше, чем просто оценка человека, понимаете. Уважение означает, что есть глубокие отношения уже с самого начала. Мы должны смотреть друг на друга с позиции уважения, а не с позиции того, подходит, не подходит. Как собаки, они снюхиваются, знаете. С этой снюхалась, с этой не снюхалась. Это телесные отношения, собачьи. Собака бывает кусачей, только от жизни собачьей. Вот. Понимаете, мы не должны собачьей жизнью жить. Не надо снюхиваться. Надо учиться уважать. Уважение – это признак духовной энергии. Учиться уважать людей. Вот смотрите, один вариант. Нравится, не нравится. Нравится, не нравится. Нравится, не нравится. Нравится, не нравится. Не имеет значения. Имеет другое значение, другая вещь. Я хочу служить этому человеку. Я хочу, чтобы его красота стала доступна моим глазам. Я хочу видеть его красоту в своем сердце. А это возможно, если ты служишь красоте человека. Ты служишь красоте, она становится доступной. Служишь красоте другого, она становится доступной. Служишь красоте третьего, она становится доступной. Так человек строит свои отношения. Но служить красоте означает уважать. Это не означает оценивать человека, а означает уважать. Это совсем другая вещь. И это означает вечная вещь, понимаете? Это уже с душой имеет отношение. Потому что вот уважать человека означает энергия знания. У души есть знание. В чем знание души заключается? Душа знает, что в другом человеке есть чистое и светлое. В этом ее знание. Если мы видим недостатки человека, это не духовная энергия. Да не душа видит, это моя судьба видит. Моя судьба заставляет меня столкнуться с этим человеком с помощью... Мой недостаток сталкивается с его недостатком. Получается несчастье. Ну, получается экзамены в жизни. Понимаете, не надо поддаваться на эти провокации. Каждый день надо садиться и начинать со святостью отношения устанавливать. Со святым человеком помолилась, допустим, или священному писанию, святому имени. Разных традиций духовных, разные способы это делать. Но идея одна и та же. Смотрите, мы берем, что мы делаем. Мы настройки перезагружаем систему. То есть мы настраиваем себя опять на то, что мы хотим в близких людях видеть самое лучшее. Не то, что как бы судьба показала, не то, что я увидела в отношениях в реальных. А это нереальные отношения. Вот эти все... Вот это весь дурдом, в котором мы сейчас находимся, это нереальные отношения. Это действие кармы или судьбы. Реальные отношения находятся в сердце. Вы скажете, не верю, не верю, Олег Геннадьевич. Реальные отношения, это то, что мой муж пьет, изменяет. Это реальность. А все остальное нереальность. Хорошо. Когда ваш муж оставит тело, останется только реальность. И вы не будете думать о том, что он пил, курил и изменял. Вы будете думать о том, что я не смогла отдать ему свою любовь. Будете плакать. Останется только реальность. Реальность означает чистое светлое чувство к человеку. Все остальное это просто наваждение. Поэтому давайте учиться реальными быть. Реальными означает понять суть. Итак, первая суть. Мы хотим быть молодыми. Мы не хотим быть старыми. Старый это тот, кто думает, что он тело. Мы хотим всегда любить людей, независимо от того, как смотрят на мое лицо. Вот, кстати, я заметил, что те люди пожилые, которые находятся на платформе «Я душа», никто не заменяет чая от их лица. И никому не нужно их лицо. Все с ними относятся очень глубоко в отношениях их души, их сердца. Никому не нужно их лицо. Это второстепенная вещь, как оказалось. Даже у женщины. Можно сделать очень макияж крутой. Маски шоу будут крутые очень. Но все равно то, что там внутри, то и покажется. То есть зачем нужен макияж? Для того, чтобы вывести наружу то, что есть внутри. Но если там ничего нет, тогда чего выводить наружу? Зачем делать маски шоу? То есть страшно очень становится. Смотрите, если взять женское лицо, красивое очень, но без сердца. Что получается? Страшно, да? Очень красивое женское лицо взять, и нет холодных взглядов. Такое, как сейчас это делает мода, да? Сейчас покажу. Ну, смотреть не на что. Зачем? Зачем ты это сделал? Это мода, что ли? В этом мода заключается? Зачем ты это сделала? Ты сделала камень из своего сердца. Зачем? В чем тогда твоя жизнь заключается? Зачем ты так живешь? Зачем тебе нужен этот камень? Это мода? Мода – это то, что всем поможет. Это никому не поможет твой камень, твоя маска на лице. Открой свое сердце, сделай его нежным, добрым. Отзывчивым для всех. И тогда ты поможешь себе, у тебя будет хорошая семья. Зачем тебе из себя сделать кирпич? И так внешней красоты недостаточно. Это просто отражение того, что там должно быть внутри. Женщине дано это снаружи. Дано. Для чего? Для того, чтобы переводить все внутрь. Не для того, чтобы усиливать все снаружи, оно не усиливается, понимаете? Все равно с возрастом хоть красть, хоть не красть, оно меньше становится. Надо переводить внутрь. Это означает, что душа имеет энергию любви. Можем сказать, что женская душа имеет больше энергии любви, да? Но я вам скажу больше. Душа не бывает женской или мужской. Она может находиться в женских отношениях или в мужских. Когда душа находится в мужских отношениях, она стремится к знанию. А когда душа находится в женских отношениях, она стремится к любви. Для чего нужно знание? Для того, чтобы достигнуть любви. Поэтому мужчина достигает любви, а женщина является объектом. Понимаете? Итак, смотрите, душа имеет вечность, да? Она хочет быть вечно молодой. И это возможно. Я вам сейчас объяснил, как. Дальше. Душа хочет... Понимание, как строить эту жизнь. Это душа хочет знания. И душа хочет любви, то есть жизни. Любви означает жизни. Зачем нужна вечность для жизни? Зачем нужно знание для жизни? Что такое жизнь? Это любовь. Теперь, смотрите, мы с вами разобрались в вопросах. Высшая цель жизни человеческой отмечена. Теперь я задаю вам вопрос сразу, сходу. И вы сейчас поймете, будете вы в стрессе в своей жизни, в глубоком находиться или нет. У вас сейчас есть в сердце глубокая любовь? Если есть, значит, ваша жизнь течет в правильном русле. Если нет, значит, она пустая. Глубокая любовь не означает, что я кем-то наслаждаюсь. Глубокая любовь означает, сейчас вам объясню, что это такое. Смотрите. Я чувствую святость в своем сердце. Хочу жить для нее. Хочу жить для нее. Хочу ей быть полезной. Я хочу этому святому человеку служить. Я хочу, чтобы святость жила в моей жизни всегда. Я хочу быть таким, как он. Я хочу, чтобы эта чистота распространилась на моего мужа, на моих детей, или на мою жену, на моих детей, на моих родственников. Я хочу, чтобы они тоже почувствовали этот сладкий вкус отношений с чистотой и святостью. Это любовь. Любовь, она имеет природу такую чистую, светлую. И в ней нет вот этого вот. Мне хорошо с тобой. Это наслаждение, да? Любовь настоящая, она хочет служить, 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 служить. Она не хочет балдеть. Смотри, как получается. Ты, допустим, отношения строишься святостью, и раз, тебе хорошо становится. Ты думаешь, нет, это мне мешает. Я сейчас уже о себе думаю. Мне надо, я хочу служить. Понимаете, когда ты служишь святости, то служение возрастает. Когда ты служишь близким, служение, что делает? Что делает? Что делает? Что делает? Гаснет, мои хорошие. Вы боитесь этого слова? Когда человек служит близким, его служение гаснет. В сердце мы чуть-чуть разочаровываемся тем, что они нам отвечают. А когда мы слушаем святости, служение возрастает. Поэтому мы должны жить для святости и отдавать близким все, что у нас есть от этого. Несмотря на то, что мы знаем, что будет убывать, мы знаем, что мы отдаем, но будет назад возвращаться меньше. Мы должны это знать уже заранее. Но, когда будет возвращаться, мы также будем знать, что счастье человеческое есть. Оно просто имеет какую природу? Природу остаточной реакции. Часть и человеческое есть. Но оно мимолетно. Оно возникает, когда приходит время. Оно уходит, когда уходит время. И оно всегда является результатом тех отношений высоких. Допустим, у меня может быть дружба с людьми? Дружба настоящая может быть или нет? Сейчас объясню. Я изучаю этот вопрос очень серьезно. Как определить, что такое настоящая дружба? У меня была ситуация в жизни, жуткий стресс, в котором я потерял себя. Я перестал вести себя как человек, который всем все объясняет. Я бегал и спрашивал, как мне что делать? Что мне делать? Можете представить, что я могу попасть в такую ситуацию? Не можете, потому что вы со мной другие отношения строили. И некоторые люди от меня отвернулись сразу, близкие. Но они не были никогда близкими, на самом деле. А некоторые говорят, что все будет хорошо. Они приняли роль матери, отца, друзья такие начали заботиться обо мне. Говорят, что все будет нормально, не волнуйся. И они остались со мной. У меня уже поменялось, я уже опять стал крутым. Но как бы идея такая, что вот эта дружба настоящая означает, что человек любую позицию по отношению к другу займет, если есть настоящее отношение. Но если человек что-то хочет от тебя, он хочет так же, чтобы много людей на лекции ходил, поэтому он дружит. Это не дружба. Дружба настоящая бывает только в чистых отношениях. Я начал изучать, где же дружба. Когда я это увидел, что ноги отвалились от меня люди, я думал, где же дружба. Тогда я начал изучать и увидел, что настоящая дружба бывает у моего наставника с его, с тем, кто, ну, с его, как это называется. То есть у них один духовный учитель, я смотрю, у них настоящая дружба. Я смотрю, какая у них глубокая любовь. Они так же не могут при мне общаться рядом, потому что я мешаю. Я мешаю проявлению их чистых отношений. Я не пойму то, что они друг другу могут сказать. Поэтому они останавливаются в беседе, когда я подхожу. Я смотрю, почему они остановились. Не потому, что они мне не доверяют, а потому, что я не могу пребывать в таких же отношениях, как они. У них отношения очень чистые и светлые. Я пока этого еще не понял. Я не понял, какая чистота должна быть между людьми. И поэтому они останавливаются и как бы отвечают на мои вопросы, когда я подхожу. Они не против меня. Они хотят мне помочь. Но они не могут общаться друг с другом рядом со мной. Почему? Потому что я не готов это слышать. Я смотрю, охлой, ничего себе, это здорово. Здорово, что такое есть. Я отхожу и начинаю смотреть на них издалека. Я смотрю, как они общаются друг с другом. Я начинаю видеть, я так ни с кем не общаюсь. Видите, настоящая дружба может быть между теми, кто очень свят. Поэтому нет смысла сейчас очень сильно беспокоиться о том, что у меня нет настоящих друзей. Не надо об этом беспокоиться, потому что это результат настоящей жизни. Когда ты живешь настоящей, чем больше настоящей жизни, тем больше настоящих друзей. Чем больше настоящей жизни, потому что настоящая дружба основывается на вере. А вера – это духовное чувство. Это чувство, в котором, допустим, как поверить в друга. Друг должен обладать соответствующими качествами, чтобы в него поверить. Он должен быть таким, понимаете, который может за тебя жизнь отдать, может в трудную минуту тебя не подвести. Но это духовные свойства уже, понимаете. Простой человек не способен на это. На это способны только возвышенные люди. Когда один возвышенный человек оставлял эту жизнь, несколько других возвышенных людей все бросили, все. И прилетели к нему, хотя они были в разных частях света. И они в тот момент, когда он оставлял тело, были рядом с ним. Теперь вопрос, как они узнали о том, что он оставляет тело. Ну как они поняли, что именно сейчас надо прилетать. Вот у меня какой вопрос возник, то, что они хотели прилететь и быть рядом с ним. Не было сомнений. Но как поняли, что именно в этот день люди собрались в несколько дней буквально. Откуда они знали, что сейчас он оставлять будет тело? Это то, что я увидел. Я думаю, ничего себе. Так они настолько близкие отношения строят, что они знают, что человек оставит тело в этот день. В этом означает настоящая дружба, понимаете. Друг почему не бросит в беде? Потому что он знает, когда беда. Он знает, что вот сейчас беда на самом деле идет. Надо помогать в это время. Вот я в метро проходил. Это он в метро ехал. Проходила нищая. Говорит, пожалуйста, помогите мне. Мне так тяжело. Дети голодные. Пожалуйста, дайте денег. Нет. Так как я из этого места вернулся, я посмотрел в ее сердце. Я как друга ее начал воспринимать. Не отгородился так, а вдруг она обманывает меня. Я посмотрел в ее сердце. И увидел в ее сердце, что она хочет выпить. Я увидел это вот просто, нормально, что человек болен алкоголизмом. И он хочет выпить сейчас. Я не смогу ему помочь ничем, потому что я не смогу ему рассказать, как жить сейчас правильно. Но я не должен в этом случае идти на поводу его желания. То есть дать денег ему смысл. И самое лучшее для него, чтобы не было спиртного. Он перемучается и потом начнет думать, как жить, отрезвеет. Вот видите, можно даже в этой ситуации строить близкие отношения. То есть идет нищий, непонятно, то ли он нищий, то ли не нищий. А ты возьми его, открой ему свое сердце. Вот открой для него сердце и попытайся на него вот так близко посмотреть. Мы с женой подошли к одной женщине. И она стояла, помогите моему сыну, мой сын болен. И я встал, говорю, а чем болен? Она раз мне показывает данные там, вот это все. Я говорю, хорошо, давайте я вам помогу. Я врач, я могу лечить эту болезнь. Ну, по крайней мере, многим помогло. Давайте попробуем. Приезжайте бесплатно к нам. Полечитесь. Мы вам все, как бы, все для вас сделаем. Она приехала, как вы думаете? Нет, а знаете почему? Потому что она не этим занималась. Она собирала деньги просто с населения. Потому что когда человек на самом деле просит помощи для того, кто болен, он куда идет, этот человек? Тому, кто близок к нему. Он идет к тем, в первую очередь, кто может помочь. Он идет к своим друзьям. Он пытается просить помощи у тех, кто откликнется на его призыв. Кто близок к нему, понимаете? В народ так же, так же эти люди могут идти такие, в народ. Но чаще всего настоящие люди, которые просят, идут в народ. Для чего, знаете? Для того, чтобы поверить в народ. Настоящие люди, которые хотят нищинствовать, жить вот так, как нищие, они просят подаяние, они открывают сердца людей. Если они это делают честно, то есть если они делают это не для наживы, а просто для того, чтобы как перебиваться в жизни и думать о Боге, такие есть люди, которые нищинствуют для этого. Они это делают по-другому. Они это делают с любовью в сердце. Они подходят, говорят, дайте, пожалуйста, мне немножко на то, чтобы покушать. И у тебя в сердце сразу, ааа, надо этому человеку дать. У тебя возникает желание, я видел таких людей, нищих. Или вот, допустим, я шел вокруг вот этого святого места, там много таких нищих сидит. В Индии много нищих людей. Это нормально. Для культуры это нормально считается. Нищие люди, это хорошо. Потому что иногда человек бросает всю материальную деятельность ради Бога. И он садится на дороге и думает, Бог мне поможет, если я буду жить для него. И я прохожу мимо таких людей, я смотрю, сидят женщины в белых одеждах, которые отречены. И они смотрят на меня, просто руки под стали. Это означает, что ты можешь мне дать пожертвования для моей вот такой жизни. Можешь дать. Но если не хочешь, можешь не давать. У меня сердце говорит, я хочу, хочу, я достаю деньги, даю, 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 даю. Потом подбегает ко мне, я, у меня тоже деньги. Я не хочу. Потому что совсем другой результат. Человек хочет другого. Тут смотри, человек молится, молится, он готов, да. Ему нужно кушать тоже, да. Я хочу поддерживать такого человека. Потому что у меня в сердце возникают с ним близкие отношения. Видите, близкие отношения возможны только, если есть духовная жизнь. Нет духовной жизни, есть потребность. Видите, человек говорит, я хочу кушать, даю тебе денег. Не хочется давать. Видите, мы не заинтересованы просто поддерживать жизнь человека. Дружба означает, что есть очень возвышенные отношения. Нет возвышенных отношений, нет дружбы. У меня есть что-то возвышенное в сердце, будет дружба. Нет ничего возвышенного, не будет дружбы. Потому что когда человек почувствует, что ему со мной тяжело, а у меня с ним не было никакого... Мы не для возвышенных отношений с ним рядом были. Он возьмет просто тихонечко и скажет. Goodbye, my love, goodbye. Goodbye, all you are. И вращается со всех вокзалов, поездах. Выходят дальние края. И уйдет просто, и все. А? Что? Деть лучше станет. Ну, будет все хорошо, вот так. Вот. С очень таким теплым чувством бросит тебя просто этот человек. Почему? Потому что дружба может основываться только на духовной жизни. Она не может... Смотрите, есть разные виды дружбы. Когда мы вместе ездим отдыхать, наслаждаться, балдеть. Самый поверхностный вид дружбы. Нет смысла рассчитывать. Стресс от чего возникает. Вы такую дружбу строили, потом попали в беду, и думаете, что эти люди вам помогут. Они не помогли, вы в стресс попали. Никогда они вам не помогут. Вместе балдеть ездите. Это не дружба. Следующий вид дружбы. Деловые отношения. Означает отношения, в которых мы стремимся к результату. Более высокие отношения. Пока мы заинтересованы друг в друге, мы будем заботиться друг другу, защищать. Это будет очень искренне. Но когда человек уже не может дать результат... Мы поможем тебе найти другую работу. Следующий вид дружбы. Делать вид, что мы друзья. Очень близкие. Собираться и общаться. О чем? О погоде. О том, как нам тяжело жить. Чисать язык вместе. А мне так тяжело жить. И мне так... Ну все козлы вокруг. Но никто нас не понимает. И все. И чешем язык друг с другом. Вроде бы близкие отношения, да? Но это обман. Это сам обман. Потому что этот человек хочет просто, чтобы его кто-то понял. Он не хочет ничего сделать для другого человека. Просто, чтобы понял. Если ты, допустим, вот поведешь себя по-другому и, допустим, скажешь, ну извини, мне некогда сейчас пока разговаривать. У меня дела. И так пять раз подряд. Он больше тебе звонить не будет. И дружба оказалась не нужна этому человеку с тобой. Он будет с другим уже вот так вот эти отношения строить. Пожалуйста, вот послушай, как мне тяжело жить. Я хочу, чтобы ты наслаждал меня тем, что ты обо мне думаешь, слушаешь. И поэтому я тебе буду вот эту всю ахинею нести. Вот. Это не дружба. Видите, она основана опять на желании наслаждаться обществом человека. Дружба начинается когда? Когда ты хочешь служить. Даже, смотрите, два человека хотят служить, допустим, вере своей рядом. Уже больше дружбы. Они, может быть, и не строят даже близких отношений. Но проходит время, и они понимают, что они близки друг к другу. Очень близки. Потому что у них близкие отношения, близкая цель, одинаковая цель, одинаковый способ жить. Они одинаковые, они так же идут в жизни. И они думают, о, близкий человек через какое-то количество времени. Но если люди хотят настоящих отношений, они это делают с помощью открытия сердца об истине, об истине. А мне часто бывает так, человек подходит, говорит, Олег Геннадьевич, я слушаю ваши лекции. Я говорю, спасибо. Ну, человек подходит для того, чтобы близкие отношения построить. Но то, что он слушает мои лекции, мне этого недостаточно, чтобы построить с ним близкие отношения. Потому что следующим вопросом может быть такой вопрос. Олег Геннадьевич, я вам очень благодарен за то, что вы читаете лекции. И дальше, когда я говорю, спасибо вам за то, что вы их слушаете, я так вам благодарен. Следующий вопрос от него. Как вылечить геморрой? Смотрите, то есть мы уже завязали близкие отношения. И дальше начинается эксплуатация. То есть человек не хочет служить, он хочет из меня в тот, пока я еще тепленький, пока я еще его люблю, за его слова красивые по отношению ко мне. Как можно больше выжить из меня, пока еще идет, Васька, давай еще немного. Вот. Спирт, чтобы капал дальше. И у меня сразу оп в сердце. Обманули. Обманули. Поэтому, понимаете, есть разные уровни отношений. Когда, допустим, ты видишь, что человек ни в чем не нуждается, он нуждается только в духовной жизни. Так же, как ты. Ты можешь с ним строить уже очень близкие отношения. Это называется дружба. Но когда человек нуждается в знании от тебя, это уже другая дружба, это тоже дружба. Но ты немножко держишь на расстоянии человека. Почему? Потому что ты не хочешь, чтобы он все опошлил. Ты с ним строишь другие отношения, в которых ты хочешь, чтобы он получал наставление и менялся в жизни рядом с тобой. Это отношения старшего и младшего. Есть еще отношения младшего и старшего. Когда ты думаешь о ком-то, боготворишь его, молишься, чтобы как бы вот эти отношения поддерживались чистые, светлые. Но вот в тех отношениях старшего и младшего, младшего и старшего, интересно, что большинство людей, они старшего человека пытаются использовать в своих интересах. И есть небольшая группа людей, которые в своем сердце думают, я хочу для тебя служить, ничего от тебя не надо. Пожалуйста, оставайся в моем сердце. Пожалуйста, будь со мной. Пожалуйста, я хочу, чтобы наши отношения светлые продолжались всегда. И тогда такого человека старший принимает как своего друга. До этого он, пожалуйста, говорит, пожалуйста, будь рядом, все нормально, все хорошо, но близких отношений не строит. Но как только человек встает на платформу служения, сразу старший говорит, ты мой близкий человек. Я хочу, чтобы ты был рядом, потому что он уже от тебя ничего не хочет. Видите, близкие отношения могут быть только тогда, когда мы ничего не хотим. Теперь смотрите, теперь вопрос, семейная жизнь. Возвращаемся назад. Я стою рядом со своей женой. Что от нее исходит? Балдеж от нее исходит? От нее исходит вкусно, что-то такое сладкое, такое классно. Да? Жена стоит рядом с мужем. Она чувствует, о, хорошо, муж рядом, она хорошо. Спокойно так классно. Он меня любит, все классно, все. Мне нормально так рядом с ним. Я тоже балдеж. Видите, в таких отношениях не может быть искренности настоящей. Потому что муж и жена, они просто наслаждаются друг другом. Никаких глубоких отношений в этом нет вообще. Это просто поверхностные очень отношения. И потом, когда уже энергия наслаждения кончается у них рядом, они начинают думать, блин, не мой человек. Какая-то несовместимость, Олег Геннадьевич, пошла. Раньше все так классно было. Мы такие, у нас все нормально было, так классно. Потом, блин, несовместимость пошла какая-то. От него вонять стала, не так сладко пахнуть, какой-то вонь какая-то. Слова его меня не привлекают уже. Олег Геннадьевич, что делать? Жизни нет никакой. Такое здесь несчастье. Помогите, помогите. Может, не бросите его, Олег Геннадьевич? А в ведах вообще есть такое понятие развод? Моя хорошая, проблема ведь не в том, хорошо тебе с ним или плохо. Проблема в том, что ты просто не знаешь, что такое жизнь. Ты просто спишь в этом мире. Веды говорят, когда человек просто наслаждается в жизни и ищет только радостей, он просто спит. Он еще не начал жить. Настоящая жизнь начинается, когда человек хочет. Я хочу служить тебе, я хочу заботиться о тебе. Мне ничего не надо. Я хочу помогать тебе. Если это направлено просто на мужа, то невозможно так жить, потому что назад приходит. Он никогда не ответит назад такой же взаимностью, вот на это очень чистое и светлое чувство. Поэтому такое чувство должно быть направлено на святость. А мужу надо отдавать то, что осталось. И это будет классно, классно, классно. Ты все свое сердце отдала отношения с чистотой, со святостью. И у тебя ты вся соткана из этого сладкого вкуса. И ты такая думаешь, я мужу сегодня сделаю все, что нужно, пока есть силы. Пока у тебя святость живет в сердце, ты служишь, служишь, служишь ему. И все, выдохлось, все. Сколько смогла. И в какой-то момент он подходит и говорит, я так тебе благодарен за то, что ты заботишься обо мне. Видите, она не ждала ничего. Она просто отдала сколько могла и все. Ничего не ждала. И в какой-то момент у него накопилось, он пришел и сказал, я так тебе благодарен. И это называется настоящая семейная жизнь, которая очень труднодоступна в нашем мире, потому что наши отношения сотканы совсем из других вещей. Мы хотим просто обалдеть друг от друга и все. Нам больше друг от друга по факту ничего не надо. Если у моего близкого человека случится паралич, или он заболеет спидом и с ним нельзя будет сексом заниматься, то я ему скажу, прости и оставлю его навсегда. Понимаете? Но в этом ведь нет никакой любви. Потому что любовь означает, что я готов с человеком быть рядом, когда он меня не наслаждает. Когда он воняет, понимаете, воняет, о нем надо заботиться. Ведь больной человек, он не нектар от него исходит, от него исходит вонь. И надо о нем заботиться, чтобы он не сладкий на вкус, когда он болеет. Он постоянно капризничает. Вот, допустим, я приехал из Индии, очень сильно устал. Ко мне мой помощник Игорь, который сейчас консультацию бесплатную дает, он очень сладкий человек такой. Но от меня не исходил сладкий вкус. И молодой человек, который, ну как бы он, я ботинки там забыл в гостинице, так сильно погрузился, что ботинки забыл, и в тапочках поехал в аэропорт. Но в тапочках лекции же не прочитаешь, надо туфли. Вот, и мне привезли, вот, чтобы я что-то одел, чтобы доехал до суда. Потом купили ботинки. В новых ботинках сейчас сижу. И этот человек, который меня встречал, вместо того, чтобы ему сказать, слушай, ты такой хороший, ты вот меня встретил так классно, и ботинки мне свои привез. Он меня вместо того, чтобы машину посадить после этого электропоезда, посадил в метро. А я устал, что там эти сумки тягать на себе. Ну, в воскресенье мог бы машину заказать. Я такой, слушай, ну в воскресенье ты мог бы машину мне заказать. Я смотрю на него и думаю, блин, вот я свинья. Он же мне ботинки привез, ради меня в аэропорт приехал. Я так думаю в сердце, а у меня внутри все такое. Почему? Потому что я скользкий и вонючий в это время, я устал. Мне хочется спать, я не спал ночью, мне надо быстрее отдохнуть, чтобы лекцию читать. И он смотрит на меня и говорит, спасибо вам, что вы мне это говорите. Я так благодарен вам. Я обязательно в следующий раз сделаю так, как вы сказали. Думаю, господи, что за человек? Почему он так среагировал на мои слова? Он должен был обидеться на меня, обидеться. Он не обиделся. Он хочет дальше служить. Я думаю, господи, какой хороший человек. Понимаете, видите, настоящая дружба. У нас завязалась дружба с ним, в моем сердце я почувствовал. Настоящий человек. То же самое Игорь, когда он меня встретил, тоже там капризничал. Он такой, все, давайте ложитесь, Олег Геннадьевич, отдыхайте. Думаете, я думаю, что за люди меня окружают вообще? Такая свинья. Пришла поросенок, пришел, похрюкал, лег спать. Все о нем заботятся. Но это почему происходит? Потому что эти люди, они очень глубоко верующие. Потому что у них есть сердце, желание служить. Понимаете? И тогда на основе таких отношений начинается дружба, начинается любовь. Поэтому, видите, главное у человека в жизни, главная, самая главная ценность – это чистая, светлая любовь, которая возможна только с Божественным. Видите, я вам сейчас это вновь и вновь повторяю. И все равно до вас не доходит. Почему? Потому что это цель человеческой жизни – понять об этом вопросе. Даже если доходит, ну насколько доходит? Чуть-чуть доходит. Если бы доходило сильно, мы бы этому сильно много времени в своей жизни уделяли. Но мы не уделяем слишком много. Почему? Потому что нет времени, я занят другим. Но если ты не занят самым главным, как ты сможешь освободиться от стресса? У меня в теме лекции вот структура тонкого тела человека. Хорошо? Давайте поговорим о структуре тонкого тела человека. Заявлено. Итак, веды объясняют, что есть душа – это суть жизни. Она соткана из вечности, желания быть вечным, желания знания и желания любви. Суть человеческой жизни в этом. Если человек не стремится к этим трем вещам, он, несомненно, попадет в стресс. Потому что стресс означает, что жизнь течет не в правильном русле. Вы спросите меня, почему эта девушка, которая потеряла мужа в стрессе, что ее жизнь текла в неправильном русле, она что-то не так делала? Да. Если бы она делала все так, она бы мужа не потеряла. Потому что люди, которые духовной практикой занимаются, они не теряют друг друга, запомните это, не теряют. Они остаются в вечных отношениях навсегда. Когда мой близкий очень духовный наставник ушел из этого мира, я обнаружил, что это правда. Я начал искать его тонкое тело, где он сейчас. И знаете, что я нашел? Я нашел, что тонкого тела нет. Я нашел пустоту. Нашел, что он соткан из блаженства сейчас. Идет тот мир, где нет страданий. И я, знаете, что вы также обнаружили? Что я с ним не расстался. Не расстался. Мне не было ощущения, что он далеко, его уже нет. У меня было только чувство, что он будет всегда со мной. И это чувство возрастает каждым днем. Такие же отношения могут быть с мужем, с своим ребенком, если человек правильно живет. Правильно означает, поставил самое главное на первое место в своей жизни. Что такое стресс? Когда человек теряет жизненную нить. Да? Так есть душа. Есть тонкое тело. Это психическая структура, которая нужна душе для того, чтобы жить в материальном мире. Потому что в материальном мире нужно грубое тело. Мы живем внутри вот этого материального тела, которое на санскрите называется янтра. Зачем нужен санскрит? Это язык древний, который указывает на правильную суть вещей. Слово янтра переводится очень просто. Машина. Тело – это машина, в которой живет душа. Она с помощью этой машины может жить в этом мире, удовлетворять свои желания. Вы скажете, какая же это машина? Это же живое. Хорошо, если это живое, почему тогда оно вот иногда висит? Почему возникает паралич? Если это живое, оно должно всегда жить. Почему оно не всегда живое? Иногда живое, иногда нет. Вот мне искусственные зубы поставили. Делали мост через рот. И как бы я думаю, это живое или не живое? У меня возникает вопрос. Знаете, я что обнаружил? Оказывается, я обнаружил, что вот эти искусственные зубы, они становятся мне родными постепенно. Я начал медитировать, концентрироваться и увидел чудо, что мое тонкое тело, оно каналы пробивает сквозь эту грубую материю. И эти зубчики становятся для меня родными потом. И мне кажется, что они мои, все нормально, они чужие. Почему? Потому что тонкое тело туда прорастает. Видите, когда тонкое тело прорастает в материю, материя становится родной. Но это не значит, что она является сутью меня. Это инструмент, с помощью которого я живу. Инструмент. Женское тело – это инструмент, с помощью которого она может любить. Поэтому женское тело красивое для того, чтобы можно было с помощью него любить. А если женщина занимается не тем, чем надо в женском теле, оно становится некрасивым, женское лицо. Почему? Потому что она показывает ей, ты не туда идешь, моя хорошая. Тебе не шейпингом надо, не айкидо заниматься, а танцы надо тебе танцевать. Тебе надо не менеджментом заниматься, а заботиться о ком-то. Можешь, допустим, если ты менеджер, но занимайся менеджментом, заботиться о детях маленьких. Пускай там детский сад какой-то развивай или еще что-то. Ты пойми, что ты женщина. Тебе не танки надо строить. Тебе надо обществу любовь давать этому. Это общество нуждается в любви. Оно высохло без женской любви, потому что вся женская энергия идет куда? На то, чтобы строить танки. Женщина должна заниматься женскими делами. Надо заниматься чем? Заботой о детях в обществе, заботой о пожилых, заботой о людях в целом. Такова женская деятельность должна быть. Женщина не занимается этим сейчас. Не занимается чем угодно, кроме тем, что ей надо заниматься. В результате она несчастна. И так есть тонкое тело. Тонкое тело означает психическое тело. В нем есть психические каналы. Они нужны для того, чтобы жить в этом мире, чтобы управлять грубым телом. И для того, чтобы желания и мысли души могли воплощаться внутри нашей головы. Понимаете, когда тонкое тело оставляет грубое, там тоже есть мысли. Я это могу видеть даже. Потому что я всю жизнь занимаюсь изучением тонкого тела. Я могу видеть, как человек оставляет тело. Он думает, он желает, он понимает все, он видит, он слышит. Но уже без грубого тела. У него это по-другому процессы не проходит. И он не может с нами соприкасаться. Он может с нами соприкасаться только когда мы просыпаемся. Когда у нас глубокий солнц меняется на поверхностный, в этот момент человек начинает чувствовать тонкий мир. Тонкий мир – это там, где живет тонкое тело. Мир ума. Тонкое тело по-другому на санскрит называется манас. Или энергия ума. Умственный мир. И умственный мир отличается от того мира, который мы как бы видим вот здесь вот, тем, что в нем по-другому протекает жизнь. Например, человек подумал о ком-то, сразу возникает умственная связь. Эта связь является материей, но она имеет тонкую природу. И почему? Поэтому очень тяжело, когда близкий человек уходит. У меня один, вот мы на этой программе духовной были, один человек ко мне подошел, говорит, от меня жена ушла. Почему так сердце болит? Я все понимаю, молюсь Богу, все. Лекции ваши слушал. Почему сердце все равно болит? Я говорю, потому что есть тонкая связь, она разрушилась. И так как тонкая связь разрушилась, тебе отрубили. Отрубили часть твоей жизни. Поэтому тебе больно. Терпи, брат. И он говорит, ну мне уже легче. Почему? Потому что человек понял, что произошло. Видите, знание дает счастье человеку. Он просто понял, что произошло, ему уже легче. Потому что боль возникает от незнания. Он говорит, я не знаю, что произошло, я вроде болезнь. Ну почему мне все еще больно? Потому что тебе отрубили палец. Палец отрубили, больно, понятно. Ну, пальцу отрубили, больно, понятно, все. Ааа, я не понимаю, за что? За то, что ты совершал такие плохие поступки в прошлом. За то, что ты сам кому-то в прошлом отрубил палец. Теперь понятно. А теперь тебе больно, когда понятно? Уже меньше. Почему? Потому что я принял это. Какая у меня судьба бы не была, это моя судьба. Я ее принимаю. Без пальца, значит, без пальца. Все, стало легче сразу. Что такое стресс? Человек не принимает. Он бунтует. Он в бунте находится. Но почему это со мной произошло? Я достоин большего. Я хочу другого. Я хочу счастья. Почему я так живу? Потому что ты не туда идешь, мой хороший. А если тебе не сделать стресс, ты вообще там погибнешь на этом пути. Так лучше уж пускай будет стресс. Итак, ум – это то, что живет. Ум хочет счастья постоянно. Поэтому мы всегда хотим счастья. Мы не можем жить без счастья. Без счастья ум не перестает нормально работать. Канальчики тонкие забиваются, возникает болезнь. Болезнь может приходить изнутри, когда карма плохая. В центре ума находится энергия кармы. Это то, что снабжает нас вот этим опытом жизни. То, что нас рушит в жизни. То, что создает. Бывает хорошая карма. Плохая она постоянно меняется. Все это зависит от того, как планеты влияют на нас, которых тоже есть эта психическая энергия. И все это завязано очень плотно здесь. Психическая энергия в этом мире существует очень плотно. Мы с ней ничего не можем сделать. Она непобедимая. Поэтому человек не может ничего сделать со своей судьбой. Приходит день, приходит час. И даже тоненькую нить не в состоянии разрубить стальной клинок. Понимаете? Все, человек ничего не может сделать с тем, что происходит. Значает судьба. Это хорошо. Почему? Потому что человек должен понять, что то, что здесь происходит, это не главное. Люди думают, да почему это я заболел раком? А потому что то, что здесь происходит, это не главное. Тот, кто родился, тот обязательно умрет. И родится вновь. Имеется в виду про тело. Мы говорим не про душу, потому что душа не умирает. Если то, что происходит с телом, в любой момент можно заболеть раком. Это да, здесь так, в этом мире. Это факт. Хоть мы не признаем, мы думаем, я не заболею, я не заболею, Олег Геннадьевич, не внушайте мне. Я не внушаю. Все будет хорошо. Хорошо означает, что душа вечная. Она не болеет, не умирает, все у нее нормально. Но тело, оно может заболеть раком. Я говорю про свое тело в данном случае. Не про ваше. Понятно, что вы, скорее всего, не заболеете. Почему я так говорю? Потому что некоторые из вас считают себя телом все равно. В своем сердце. Вот какие-то не считают, они думают, да, мое тело может заболеть раком. Но я никогда раком не заболею, потому что я душа. Хорошо. То же самое. Потому что вот в этой жизни кончается. Иногда она кончается смертью тела, а иногда она кончается смертью тонкого тела. Что такое психическое заболевание? Смотрите, в русском языке есть ответ. Сошел с ума. Понимаете, есть разум у нас. Иногда разум, когда стресс, это разрушение разума. Разум частично разрушен. Человек попал в стресс. Он не видит цели жизни, потому что разум, я сейчас объясню, что это такое, чуть попозже. Он соткан из этой цели жизни. Разум сильный означает сильная целеустремленность человека. У него все правильно в жизни идет, сильно очень. Но когда разум разрушает, человек теряет жизненную нитку, он попадает в стресс. Стресс означает частичное разрушение разума. Структура разума подразрушена. Но когда тонкое тело ума подразрушено, тогда заканчивается жизнь в этом мире. Имеется в виду в этом теле. Человек так же живет, он ходит, так же ест, но он себя не помнит. Он себя не понимает в это время. Он по факту уже не живет. Но кажется, что он живет. Можно помочь ему? Можно. Пока в жизни, в теле находятся люди, которые знают, как работает тонкое тело ума, они могут восстановить психику. Но для этого нужны специальные условия. Человек должен в духовной среде жить. Раньше были такие монастыри, которые помещали психических больных. Монахи молились за них постоянно. И эти люди постепенно воскрешали свое сознание и восстанавливались. Единственный способ тонкое тело восстановить, это наполнить его благодатью. Потому что ум нуждается только в энергии счастья. Вот этой глубокой. Счастье означает внутренние отношения. Понимаете? Допустим, я подойду к вам. Я вас люблю очень. Все хорошо, все классно. Мне так нравится, что вы на лекцию пришли. Счастье чувствуете? Нет. Почему? Нет внутренних отношений. Второй вариант. Смотрите. Я просто говорю вам. Спасибо вам. За то, что вы здесь находитесь. Видите, я ничего так особенного не сказал. Совсем другой результат. Так? Почему? Потому что настоящее счастье человек может испытывать только внутри себя, только в сердце. Это не показуха, это не покажешь никак. А внутри себя означает вера. Это основано на вере. Понимаете? Это не основано на словах, на улыбках, как нас часто психология учит. Он говорит, улыбайтесь друг другу, улыбайтесь. Но это не работает, понимаете, система не работает. Тогда вы спрашиваете у психолога, ну что же тогда делать мне, если я улыбаюсь, а он все равно не верит в мою улыбку. Что делать? Психолог не сможет вам ничего сказать. Почему? Потому что любовь – это не тема психологии, это тема веры. Если есть вера в сердце твоем, есть любовь. Нет веры, значит нет любви. Просто есть игра в любовь. Есть люди настоящие, это те, которые искренне верят. А есть люди, которые играют в настоящую жизнь. У них нет искренней веры, они просто играют, что у них настоящая жизнь. Они играют в дружбу, играют в семью, играют в верность. Как определить, что они играют? Наступает тяжелый период, они так разошлись, как море кораблей. Наигрались. Итак, видите, без веры нет настоящей жизни. Так, разрушение частичного тонкого тела ума приводит к тому, что мы сходим с ума к психическому заболеванию. А частичное разрушение разума приводит к стрессу. Человек живет, все нормально, все понимает, но жить нормально не может. Теперь у меня к вам вопрос. А почему, собственно, человек сходит с ума? В чем причина? Как вы думаете? Причина в судьбе. Нет, дело не в этом. Причина в судьбе. У нас есть карма внутри. И карма может быть настолько сильной, что она ломает ум, ломает. Понимаете? От этого никто не застрахован. Карма бывает очень тяжелой. Но это не значит, что наша судьба сломлена. В следующей жизни все вернется назад. А может быть в этой. Может быть кто-то позаботится о тебе так, что ты сможешь. Ты уже сам не сможешь в это время позаботиться о себе. Но может быть найдется духовно сильный человек, который возьмет о тебе заботу и постепенно восстановит твое тонкое тело. Такое возможно. По милости высших сил. Видите, опять по милости высших сил означает, что ты до этого занимался духовной практикой, а не просто так жил. И так дальше поехали. Разум. Следующая психическая структура. Веда объясняет. Разум это сила, которая наполняет ум счастьем. Нам нужно счастье. Счастье исходит из двух источников. Первый источник. Тот источник, которым все люди живут. Все обычные люди хотят счастья само собой. Они думают, я хочу счастья. То есть мы повторяем, я желаю всем счастья. Но для многих это означает, я хочу счастья. Вот. Я хочу счастья. То есть кому задаем этот вопрос? Судьбе. Судьба не имеет эмоций. Хочу вам сказать честно, научно и правильно, и правда. Что судьба не имеет эмоций. Она непреклонна. Понимаете, пришел плохой период, хоть бейся головой об стенку и кричи. Я хочу счастья, я хочу счастья, я хочу быть с кем-то. Хоть не бейся, будешь один. Пришло время заболеть раком. Хоть бейся, хоть не бейся, будешь болеть раком. До отправления поезда осталось пять минут. Я прошу, чтобы мне напоминали. Конца лекции остался час. Потому что когда духовные лекции читаются, вот на такие темы, время останавливается. Оно не может контролировать ситуацию. Мы же должны материальный зал арендуем. Видите, два часа прошло, как в одном глазу, да? Мы не чувствуем времени, да? Два часа прошло, нет времени. Итак, смотрите дальше. Рассуждаем дальше. Итак, у нас есть тонкое тело ума, есть разум. Люди живут двумя способами. Одни счастье ищут с помощью разума. Они ставят цель жизни и добиваются ее. Другие просто ждут счастья в жизни. Те, кто ждут, они поражены на неудачу сразу же. Потому что, когда у них будет хороший период в жизни, они будут думать, как этого всего мало. Когда будет плохое, они думают, блин, даже того мало было нормально. А теперь вообще плохо. То есть, видите, они постоянно неудовольны. Потому что даже когда им хорошо, что-то пришло, им мало. Когда плохо, вообще плохо. Где же жизнь? То есть, это значит, что судьба им показывает, что вообще неправильно живете. Не нужно доверять тому, что хорошо. Веды говорят, хорошо стало, не доверяй этому в жизни. Плохо стало, тоже не доверяй. У тебя, ты одна сейчас, одинока. Не доверяй этой идее, что ты одинока. Ты не одинока сейчас. Ты сейчас самую важную часть жизни ведь живешь. Потому что, если бы ты в одиночестве не была, ты бы на лекции не попала. Если тебе хорошо было, зачем тебе эти лекции нужны? Тебе и так нормально, ты живешь, у тебя все классно. Представляете, всю жизнь у вас все с мужем хорошо, с детьми хорошо. И то, что все вам говорят, у тебя все хорошо? Да, у меня все хорошо. И всю жизнь вы так все хорошо. Вы на лекции пойдете? Нет. А зачем? Все хорошо же. Чего слушать эту демагогию целых три часа? С ума же сойдешь? Вы знаете, почему продолжаете слушать? Потому что вы ждете ответ. Ответ нужен для чего? Потому что не все хорошо. Видите, оказывается, веды говорят, не все хорошо – это самая лучшая часть жизни, а все хорошо – это самая плохая. Все хорошо для чего? Ничего не меняется в жизни. Все остается, как было. Ведь мы на самом деле же ничего не достигли. Мы не научились любить, мы не научились воспитывать детей, мы не научились понимать, зачем мне нужна эта жизнь. Мы не научились чувствовать. Это вот того очень важное чувство должно у каждого человека быть, что скоро я оставлю это тело. Что я сделал для того, чтобы мне сейчас было уже хорошо от того, что я прожил эту жизнь. Что я в своей жизни сделал, что о следующей жизни у меня возникает светлое и радостное чувство в моем сердце. Видите, этот вопрос у нас вообще не возникает, вообще не возникает в голове. Это означает, что жизнь настоящая еще не началась. Просто еще пока сон идет, мы просыпаемся. Нет настоящей пока. Мы не понимаем, куда попали пока еще до конца. Просто, ну, как бы мы просыпаемся. Просыпается, когда человек чем он занимается? Он наслаждается просто жизнью. Исчезли солнечные дни, и птицы улетели. С тобой остались мы одни, неделю за неделей. Вдвоем с тобой, вдвоем с тобой остались ты да я. Любимая, любимая, бесценная моя. Просто спит еще, понимает, ничего не понимает, балдеет. Потому что, когда балдеж закончится, тогда человек... А? А? Нет. Все. Кончилось. Вот это вот такой вот сейчас весь кинематограф, он вот это вот погружает нас в это. Ну все, ну давай, балдеть будем дать. Ну что, классно, ну все. Если не балдеть, то фильм ужасов значит Балдежа не, значит Кого кончился балдеж, он фильмы ужасов смотрит. Для чего? Чтобы понять, что ужасов. Знаете, то есть человеку надо... Но это означает, что он спит. Он не живет еще, он просто спит. Потому что настоящая жизнь означает осознанность. Означает, я понимаю, что сейчас происходит. Понимаю, что будет дальше потом, после того, как я оставлю это тело. И понимаю цель своей этой человеческой жизни. Зачем мне здесь жить сейчас нужно? И счастье, необыкновенное счастье, необыкновенный сладкий вкус сердца возникает от этого понимания. Буквально вчера, когда был последний заключительный день нашего пребывания вместе, мы очень сильно молились, как в ведической культуре молитва это песня. То есть мы пели о Боге. Я настроился на человека, который давал это знание, на этого наставника, духовного учителя. Настроился, начал мысленно кланяться ему. Начал как бы себя погружать в такие отношения, что я нахожусь в его стопах, что я маленький. Он ценный для меня, он вечный, он чистый, а я ничтожный. И, пожалуйста, дай мне возможность тебе служить, дай мне возможность тебе служить. И неожиданно я начал чувствовать эту личность, чувствовал, какой он светлый, какой он чистый. Это я просто просил об этих отношениях. Потом я почувствовал, что это правда, это так и есть. И у меня сердце наполнено с вечностью. Потом я подумал, блин, какой я классный. У меня все пропало. В этот момент я понял, что что-то не то произошло. Я опять начал возвращаться, я хочу служить, я хочу жить для тебя. И опять чистота, опять свет. Я думаю, Господи, как хорошо. Я хочу жить так. Я хочу этой чистоты, я хочу этих вечных отношений. И не хочу больше думать о том, что я хороший. Не хочу больше таких мыслей. Потому что они мне в жизни не помогают. И в это время я подумал, завтра у меня будет вечером лекция. Я хочу, чтобы такие отношения у меня были также с этими людьми, которые приходят на мои лекции. Хочу, чтобы они вечно продолжались, чтобы они были чистыми, чтобы они были светлыми. Даже если эти люди не верят мне, ничего страшного. Это скоро пройдет. Это просто болезнь, которая должна пройти у всех людей. Потому что цель человеческой жизни заключается не в том, чтобы всем не верить ходить. Для того, чтобы это чистое светлое когда-нибудь почувствовать. Так у нас есть разум. Разум, он стремится к счастью. Он, смотрите, он соткан из знания. Если ум соткан из каналов психических, под которыми идет энергия, которая питает тело. И ум – это штука, которая управляет машиной. Мы умом также думаем. Потому что для нашей жизни нужны еще тонкие отношения. Понимаете? Нам не только грубые отношения нужны. Нам нужны тонкие отношения. Поэтому в уме есть два типа каналов. Одни каналы управляют грубым телом. Называются шротасы. Другие каналы управляют тонкими отношениями. Психическими отношениями между людьми. Называются нади эти каналы. Итак, два типа каналов. Одни связаны с тонкими отношениями, другие с грубыми. И всему этому нужна энергия счастья. Потому что без этого вообще невозможно. Это все нормально не может функционировать. Нужна энергия любви. А энергия любви, мои хорошие, имеет бескорыстную природу. Теперь вы меня спросите, а почему между мужчиной и женщиной само по собой возникает балдеж? Там нет никакого бескорыстия. Я вам отвечу на этот вопрос. Потому что есть сила в этом мире, которая дает нам возможность вылупляться из яйца. Есть сила, которая говорит, балдейте, пожалуйста, мои хорошие, балдейте и продолжайте жить. Потому что без счастья человек жить не может. Нужна энергия счастья. Понятно, что она вам не принадлежит. Есть высшая сила, которая дает женщине красоту, само собой. Для того, чтобы она могла в этой энергии любви жить. Хоть она не достойна, она не может любить. Она хочет пользоваться любовью. И по барабану все, она хочет, чтобы ее все любили. Она еще не знает, что такое женская энергия. Она еще не понимает, что такое женская природа. Она не понимает, что женская природа – это самозабвенное желание отдать любовь. Но для того, чтобы она это поняла, высшие силы женщине дают ребенка. Когда она смотрит на ребенка, у нее просыпается женская природа в полной степени. Я хочу тебе жить для тебя, я хочу тебе служить, я хочу отдать тебе свою жизнь. Но так как объект не тот, потому что Богу так надо говорить и святости. Потом женщина разочаровывается, она думает, блин, я столько сил отдала тебе. А ты обо мне даже не помнишь. Ты даже не вспоминаешь меня. И зачем же тогда все это нужно было? Зачем столько страданий, столько и эти муки рождения тебя? Зачем? Им в сердце ей говорят, нет, нет, так не думай. Надо продолжать служить. Потому что само служение – это такая чистота, так здорово. Но так как объект не тот, опять мысли на тебе возвращаются назад. Женщина не счастлива в этих отношениях до конца. А ей хорошо, что вот есть такие отношения, но она до конца не счастлива. И она не знает, что она не является источником этих отношений. Ей просто это дано, чтобы она поняла, что такое тоже бывает. Или мужчина, который видит свою жену с ребенком, который очень сильно служит этому ребенку, готовый ему жить, отдать жизнь свою. Он говорит, господи, я ради таких людей готов отдать свою жизнь. Я готов служить такой женщине, которая так сильно заботится о своем ребенке. Но потом видит, что она неблагодарна ему на самом деле. Она не понимает его чувства. Ну ладно, ну ничего страшного, все равно будут служить. Но так как объект высшей цели не тот, поэтому полного счастья нет. Теперь давайте второй вариант жизни разберем. Все то же самое. То же самое служение ребенку. То же самое муж служит жене со своим ребенком. Все то же самое. Но только все силы человек отдает туда, где идет возврат полный. Туда, где есть возврат. Там, где я был и там, где общался, там был возврат. Сейчас я с вами общаюсь. Возврата полного не будет, я знаю. Я и не жду ничего. Некоторые возвращают очень много. Я так благодарен этим людям. Я смотрю в глаза, они как озеро Нектара. Они хотят служить, хотят учиться этому всему. Они верят. Вера это такая сила, она входит в сердце. Ну Господи, какие люди. Некоторые смотрят на меня, ну так, что ты гонишь вообще? Ищут недостатки, думаю. Тоже нормально. Я не против. Потому что отношения между людьми не бывают полными. Они не бывают, не бывают такими, как бы совсем уж чистыми, не бывают. Но я хочу служить Богу. И мое служение в чем заключается? В том, чтобы читать лекции. Понимаете, это мое служение. Я делаю это для того, чтобы моя жизнь не была напрасной. И те люди, которые это понимают, я с ними могу установить вот такие глубокие уже отношения. И так, разум стремится к высшей цели в жизни. И каждый человек понимает ее по-своему, в зависимости от его знания, что такое счастье. Одни люди привлекаются, думают, о, блин, классно быть в структурах власти. Столько понтов, столько всего, вот можно получить там такого, как бы... Вы понимаете, о чем я говорю? И все тебя уважают. Олег Геннадьевич, можешь даже не корчиться, все равно тебе этого не понять, дурак. Вот. Я согласен, что у меня другой вкус счастья. Вот. Там такие люди собираются достойные, все, в такое общество надо попасть, он думает. Как попасть в него? Надо служить тем людям, которые находятся в этом обществе. Надо ему служить. И когда ты служишь такому обществу, в котором есть власть, есть сила, влияние, могущество, мы управляем человеком целой страной, то в этом случае эти люди принимают тебя. Ты становишься таким же, как ты. Тоже подписываешь бумагу. Целое огромное количество людей находится в зависимости от того, что ты скажешь и сделаешь. Даже Олег Геннадьевич. Сейчас такой человек подпишет бумагу. Никогда больше, никогда в этом зале он не должен читать лекции. Я ничего не смогу сделать. Мне придет читаться в другом зале. И понятно, что он не может мне запретить. Никогда не будет он читать лекции вообще. Он же не Бог. Не может мне запретить лекции читать. Но в этом зале может. И вот люди стремятся к этому. То есть они хотят вот этой власти. С одной стороны, это хорошо. Власть нужна. Потому что без власти не будет жизни. Нужно организовывать жизнь. Но это не высшая цель жизни, мои хорошие. Это не принесет полного счастья. Потому что отношения власти, это отношения неглубокие на самом деле. Это отношения просто долго, да, хорошие отношения. Но они неглубокие. Они принесут полное удовлетворение душе. Это нужно. Еще раз повторяю. Это нужно. Я не кривлю душой. Без управления нет возможности нормально. Даже вот здесь, чтобы лекцию эту организовать, нужно было управление. Нужно было все управлять всем. И управление приносит хаос. Но человек должен этим заниматься. Просто потому что это его природа управлять. Есть природа управлять. Есть природа заниматься бизнесом. Есть природа давать знания. Есть природа просто жить творчески, работать для всех. Четыре природы есть у человека. Это тоже разум. Это энергия разума. Природа человека. Но природа человека не является целью жизни. Потому что ко мне часто подходят люди и говорят, Олег Геннадьевич, чему я должен себя посвятить? И второй вопрос, который они мне задают. Чем? Где мне работать? Я говорю, стоп. Мой хороший, стоп. Посвятить ты должен себя не тому, что связано с работой. Потому что работа – это просто временная вещь. А жить тебе вечно надо. Вечно. Ты настраивай себя на вечную жизнь. Не то, что я разок ехал в машине и увидел, лежит тело. И над ним тонкое тело. Вместе с разумом, с умом. Все это не умирает. Тонкое тело не умирает. Разум остается, ум остается. Все остается. Абсолютно обескураженный взгляд. Человек вообще не врубился в то, что произошло. Он полностью в шоке. Он не понимает, куда он попал вообще. Почему он никогда в своей жизни не интересовался тем, что там тоже бывает жизнь. Ведь тонкое тело не умирает. И в каком состоянии человек жил, в таком он оказывается. Потом там он. И что дальше делать? Дом строить я уже не могу. Потому что все, оно уже лежит, чем я строил дом. Семейными отношениями заниматься не могу уже. Потому что то, что строило семейные отношения, оно лежит вот здесь. А я здесь нахожусь. Я не могу уже теперь дальше выполнить свои планы. Я не могу общаться с своей женой, как я общался. Как я с ней общался? Вот. Настоящих-то отношений сердечных не было. Как должны вообще общаться души друг с другом. Вера означает настоящая любовь. Уважение означает настоящая любовь. Искренность означает... Попробуйте искренне, честно сказать друг другу два слова. Мы это говорим только, когда очень сильно психуем. Когда человек психует, он говорит, «Я знаешь, тебя где видел». Он искренне... Как он считает на самом деле. А до этого мы просто играем друг с другом. Означает, наслаждай меня, я буду наслаждать тебя. У нас с нами договор совместный. Означает семейная жизнь. Примитивная. Почему примитивная? Потому что, когда люди не стремятся к чему-то высшему, они просто тратят время зря. Они проводят время на самом деле. Они просто перекантовываются в этом теле. Они думают, ну, наверное, будет как-то получше потом. И просто перекантовываются вместе. Там есть дети. Да, с ними надо перекантовываться, с родственниками перекантовываться. На работе перекантовываться. И потихоньку идем куда? Вот к этому. То, что я видел в машине. Это называется пустая трата времени. Просто пустая жизнь. Никому не нужная. Ни тебе, ни другим. Потому что я же вам объяснял, что я видел другое. Я видел, когда человек, допустим, пусть даже не в духовную мир уходит, а пусть даже в тонком теле остается, но он понимает, что произошло. Это совсем другое, понимаете? Совсем другое. Результат другой. Каком бы человек, человек не оказывался в состоянии в момент смерти, такого состояния он достигает. Когда человек не пытался понять себя, изучать себя. Он не верит, что есть следующая жизнь. Он не родится в человеческом теле вновь такой человек. Потому что человеческое тело предназначено для самоосознания. Человек неосознанным остался, он экзамен не сдал. Зачем ему нужно человеческое тело? Он всю жизнь хотел просто наслаждаться жизнью. В человеческом теле неудобно наслаждаться. Неудобно. Потому что животные тела, как раз и почему не животные? Они созданы для удобства, для того, чтобы наслаждаться. Животные тела предназначены для разных видов наслаждений. Допустим, тело кошки предназначено для того, чтобы наслаждаться комфортом. И оно так устроено, что как клуб лапу поднял, так она и висит. Кошки по барабану наслаждаются комфортом, для этого она живет, она вся из этого соткана. Собака наслаждается тем, что она управляет ситуацией. Здесь главное. И я подчиняюсь тому, кто мне признает. Она наслаждается такой жизнью, подчиняться и руководить. Обезьян наслаждается сексом. Сейчас, наверное, много обезьян будет рождаться в следующей жизни. Сейчас это очень популярная тема, все фильмы об этом. Ну, посмотрите, ее все тело для секса сотрано. Если в зоопарк на обезьяну посмотрите, она вам покажет, для чего она живет. В чем цель ее человеческой жизни, как в обезьяне жизни, она вам покажет. Но интересно, что некоторые люди сейчас делают то же самое. Они показывают то, от чего они живут. Как обезьяны тоже показывают вот именно эти вещи. Есть такие люди, понимаете? Уже люди есть такие. Но уже понятно, кем они родятся в следующей жизни. Потому что человеческая жизнь для этого не предназначена. И они даже демонстрации устраивают. И как вы думаете, что на плакатах у них изображено? То же самое. Вы говорите, вот для чего мы живем, вот. И показывают там нарисовано все. Можете посмотреть. Видите, оказывается, из разной формы жизни веды говорят. Они все нужны. Тело медведя нужно для того, чтобы выспаться. Полгода никаких проблем. Попробуй полгода поспать. Не сможете никогда. Нет шансов. Есть много видов жизни, которые нужны для того, чтобы наесться. Корова постоянно ест и ест, ест и ест. И ночью пережевывает. Она не останавливается в этом процессе вообще никогда. И нужно накушаться. Некоторым нужно налетаться. Им нужно налетаться. Самая высокая мечта. Высота. Высота. Хорошо полетаешь в следующую жизнь. Нет проблем. Какому человеку к состоянию, веды говорят, не стремился в этой жизни. Такого состояния он обязательно достигает в следующей жизни. Без всяких сомнений. Тогда зачем мы родились в человеческом теле? А для того, чтобы все это понять. Человеческое рождение разумное существование означает осознать себя. Понять, что я душа. Я рожден не для квартиры. К квартиру стремился. Хорошо, пожалуйста, тело суслика. Бобра, допустим. Очень хозяйственный мужик. Ставь настроить и строить квартиру всю жизнь. Если не верите, возьмите человека, который сильно хочет квартиру строить. Возьмите его фотографию и возьмите фотографию бобра. Сравните, вы увидите похоже. Похоже. Если вы увидите как бы обезьяну, вот тех людей, которые хотят секса, ну таких как бы, секса. Вот. Возьмите лицо, сфотографируйте ей обезьяну. Поставьте, видите, есть схожесть. То есть, однозначно, как бы, и там, и там, и там тоже самое. Видите, схожесть есть, значит, есть смысл. Есть смысл в этом во всем. Тело свиньи нужно для того, чтобы радоваться лени. Наслаждаться ленью. Отдыхать. Посмотрите на человека, который любит отдыхать. Похоже? Картинка. Картинку сравнивайте. Видите, есть очень удивительные вещи в этом мире. Мы не знаем, как устроена эта жизнь. Здесь много удивительного есть. Мы очень сильно связаны с тем миром животных на самом деле. Почему? Потому что у нас есть такие же наклонности. Веды говорят, разум – это то, что ведет человека по жизни. Хочешь этого – получишь это. И вы скажете, а кто секса не хочет вообще? Все хотят. Но вот все зависит от того, что пересиливает, понимаете? Я как-то лежал, проснулся утром. И что-то у меня такое, половое желание возникло такое, что-то меня охватило. Я думаю, слушай, ну ты вообще-то уже всю жизнь занимаешься духовной практикой. Тебе не надоело? Я сам себе спросил. И в сердце такое, я хочу служить на своем наставнику, я хочу служить. Раз все это половое чувство пропало, я такой, ой, неужели это происходит со мной? Неужели я действительно начинаю хотеть чего-то другого в жизни? Неужели вот это вот желание кушать, есть, спать, оно не является доминирующим уже в моей жизни? Я так удивился. Так удивился, понимаете? Цель человеческой жизни заключается в том, чтобы когда-нибудь удивиться вот так. Но оказывается служить, не наслаждаться жизнью, потому что все эти вещи означают наслаждаться. Служение, оно может когда-то стать важнее для тебя. Когда-то наступает такой момент, что этот куст чистой и светлой жизни становится главным. А до этого момента ты будешь спать, и поэтому тебе будет хотеться всех этих животных вещей больше всего в жизни. Это нормально. Это просто, ну это развитие человека так происходит. Мы развиваемся, поэтому сначала мы хотим наслаждаться, потом служить, потом больше служить, и потом много счастья, еще больше счастья, еще больше счастья и так далее. Оно не заканчивается никогда, идет постоянное развитие. Итак, разум нацеливает человека туда, куда течет его жизнь. Как определить, куда нацелен разум? В то время, когда нам нечего делать. О чем мы думаем? Если человек думает о сексе в это время, у него на секс настроен разум. Думает о том, чтобы квартиру построить, значит, на квартиру. Цель человеческой, высшая цель моей жизни какая? У тебя, допустим, квартира, у тебя ребенок, у тебя то, у тебя сего. Но если человек расслаблен, и он думает о Боге, значит, он достиг совершенства. Ничего, у него как бы нечего делать, он раз. Я хочу тебе служить, я хочу тебе служить, я хочу тебе служить. Сладкий вкус разливается по всей жизни. Вот это чистоты, святости. Ощущение чистоты этого человека или там, допустим, святого имени, или священного писания. То есть божественное может к нам приходить в разных формах. У всех, каждого свой способ с ним иметь отношение. Высшая цель жизни человека достигнута, все. И стресса никогда уже не будет. Почему? Потому что когда человек что-то теряет, вот это вот временное, он, допустим, скажет, что такой человек не пострадает, когда у него погибнет близкий человек. Смотрите, как происходит в этом случае. Близкий человек погибает, боль и разлуки есть. Но помимо боли и разлуки в сердце находится то, чем мы жили. А так как была у нас внутренняя жизнь, есть у вас внутренняя жизнь или нет? Очень просто проверить. Закрываем глаза, вспоминаем близкого человека. Не вспоминается, значит нет отношений. Вспоминается с обидой, значит отношения неправильны. Вспоминается как светлое, что-то чистое, думаешь, вот для чего мы с ним живем. Ради этого светлого и чистого вкуса. Это значит, что у вас есть с ним внутренняя жизнь. И это значит, когда он оставит тело, помимо боли и разлуки, у вас останется счастье встречи. И эта встреча никогда не закончится. Вы будете с этим человеком испытывать отношения дальше. Это значит, что экзамен жизни сдан. Такое возможно только, когда человек учится этим отношениям у того, кто имеет эти отношения. И отношения имеет святой человек, он живет внутренней жизнью. Если вы подойдете к нему, он вам улыбаться не будет, глазки вам строить не будет, не будет вам из себя что-то корчить. Он просто посмотрит на вас и скажет, зачем ты пришел ко мне, скажи. Понимаете, вам придет сказать. Или уйти. Ему не нужны поверхностные отношения. Вы ему будете давать большие деньги, чтобы он вас благословил на то, чтобы у вас было много детей. Он посмотрит на вас и скажет, я благословляю тебя, чтобы ты понял, кто ты такой. Понимаете, он будет благословление давать, что он сам знает, а не то, что мы от него хотим. Потому что он хочет строить честные отношения, а не идти на поводу у наших денег. Потому что если он как бы деньги взял, я сейчас вам все, все благословлю. Это не святой человек, это обманщик. Потому что настоящий чистый человек, ему не нужны деньги, он же понял, зачем нужна жизнь. И поэтому он будет с вами отношения строить глубокие, настоящие, которые не основаны на деньгах. Или на том, что вы что-то ему можете сделать, а не основаны на чистой любви. И почему так вы скажете, но он же нуждается в деньгах, он не работает, ему нужны деньги. Знаете, я вам одну вещь скажу. Если человек свою жизнь посвящает этому чистому и светлому, то сейчас услышите то, что во что вы не поверите, сразу вам говорю, не поверите. Но я это знаю. В этом случае чистое и светлое заботится о его материальных нуждах. Вот мой духовный учитель, он не работает, но он строит храмы по всему миру. И у него столько денег, сколько я никогда не заработаю. Но они ему не нужны, у него пару комплектов одежды, у него нет своего дома. И он все эти деньги, которым жертвуют ученики, постоянно отдает на то, чтобы духовное знание процветало в этом мире. Потому что его больше всего людям не хватает. И вы спрашиваете, а что это за вера, за что за вера? Вера может быть разной. Не нужно думать, что именно одна какая-то вера является тем, что приведет меня к счастью. Вера, она основывается на вкусе отношений с Богом. Понимаете? Веру вы выберете сами, свою, сами. И с каким святым человеком, в какой вере вы будете общаться, выберите сами. Свой сладкий вкус от этих отношений будет для вас неповторим. Он будет не такой же, как у меня, но он будет такой же по своему внутреннему содержанию. Понимаете? И так разум стремится к цели. Всегда, когда человек выбирает не ту цель, наступает стресс. Неизбежно. Выбрала высшей целью жизни сына, будет стресс. Что такое стресс? Означает нет возможности жить. Человек не видит смысла в жизни, у него нет жизненной нити. Он испытывает постоянное страдание. Почему? Потому что мой дорогой человек, которым я посвятила свою жизнь, не звонит мне, не обращает на меня внимания, ему на меня наплевать. Ему нужна своя телка только и все. Ему больше ничего не надо. И он с ней, а я мать. И она испытывает такое жуткое чувство. Я правильно говорю или нет? Она всю жизнь ему отдала, а он не понимает этого, он не понял ничего. Почему он не понял? Потому что он неосознанное существо. Он не может понять, потому что он не развитый еще, он не святой, чтобы это все понять. Понимаете, что вы от него хотите, вы сами ничего не понимаете. Что он может понять? Он просто пользовался вашей любовью. Теперь пользовался того любовью, куда ведет его жизнь. Его жизнь ведет к девушке, он с ней и строит свои отношения близкие. Про мать забыл. Почему? Потому что он про нее никогда и не помнил. Потому что он отвечал на те отношения, которые сами собой по себе возникли. Почему мать любит ребенка? Потому что это само возникло. Она не развивала эту любовь, она просто ее получила как подарок. Она, ой, какой ты хороший. И все, и понеслась. Это просто подарок, понимаете, подарок. Здесь не было никакого стремления, развития. Это просто то, что мы получили само собой. Это само собой так же уйдет. Потому что этот подарок, он не самоосознающая себя душа. Он не понимает, что надо всегда дарить любовь. И что любовь это самое главное. И что любовь матери выше, чем любовь своей жены. Никогда ребенок это пока он не осознает себя глубоко, не поймет. Но когда он осознает, он говорит, мама, твоя любовь выше всего для меня. Потому что она никогда не предает. Она верна. А верность это главное проявление любви. Мы не можем так себе сказать. Многие не могут сказать. Почему? Потому что вот я чувствую от жены больше кайфа. Почему у мамы лучше любовь, чем у моей жены? Нет, у ней лучше. У мамы тоже любовь есть, но она такая. Не такая балдежная. Видите, значит, человек не понимает, что такое любовь просто. Недоразвитый. Недоразвитый. Почему мы доверяем недоразвитым людям? Вопрос. Так сильно, что мы отдаем свою жизнь. Вопрос в зал. Сам недоразвитый. Это хорошо, что мы об этом узнали. Веды говорят, первая стадия развития – это осознать, что ты недоразвитый. Только ты это осознал, значит, ты уже потом, все, ты уже будешь скоро лучше. Уже первая стадия прошла, уже все, ты осознал. Итак, видите, мисконизм – возникновение стресса. Человек, который ставит неправильную цель, неизбежно идет не той дорогой в жизни, он неизбежно получит стресс и неизбежно будет страдать до тех пор, пока не выберет более высокую цель. Вот смотрите, допустим, с этой связи я привожу вам пример. Ко мне подошел этот человек, который бросила жена, его как бы трясет, он весь этот испытывает, он говорит, слушай, я не пойму, почему я нашел себе другую девушку, она меня любит, а меня трясти не перестало. Почему я все время вспоминаю о том, что у меня разрушено было в жизни, почему я не могу погрузиться в эти отношения? Она же любит меня, она обо мне заботится, она так хорошо относится ко мне, почему я не могу ей свое сердце отдать? А потому что поезд ушел, мой дорогой друг. Поезд веры в то, что любовь к женщине является главной целью жизни, в твоей жизни ушел. Поэтому ты пока не лишишь вот этот вопрос, во что же надо верить, ты не сможешь свою семейную жизнь построить. Такой был ответ. Потому что поезд ушел уже, ты никогда не сможешь уже в женщину поверить, потому что когда одна женщина полностью разрушает твое сердце, ты не сможешь уже его так же сильно отдать следующей. Это невозможно все, тю-тю. Эта идея закончена, должна быть следующая. Ставь более высокую цель в жизни. Для чего ты живешь? Для того, чтобы женщине свою жизнь отдать. Все, эта тема уже закончена в твоей жизни. Пока ты этого не поймешь, ты будешь жить в стрессе. Сколько он будет длиться? Обычно не меньше двух лет. Не меньше двух лет. Иногда люди так и не понимают. Они пытаются изо всех сил полюбить другую, пытаются изо всех сил, пытаются изо всех сил и пытаются, но ничего не происходит. Так глубоко уже не будет. Все. Понимаете, это все дается Богом. Человек почему дает поверить женщину возможность? Потому что надо в кого-то верить. И ты больше ни во что вяжешь, поверить больше не можешь в своей жизни. Ну поверь хотя бы в женщину. Конечно, эта вера неполноценная, придет время и она приведет тебя к стрессу. Но без веры человек не может жить. Вера означает, что присутствует любовь. Только любовь веру может давать. Если нет любви, значит, не будет никакого счастья. Если ты в дом строишь, а ты строишь, думаешь, дом, 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 значит, у тебя есть этот вкус. Вкус означает любовь. К чему у тебя любовь есть? К комфорту, к уюту, к тому, чтобы все было хорошо. Что меня никто не трогает, никто не ограбит. У меня так много и все свое. И вот как бы так хорошо. И там так очень можно много наслаждаться жизнью, друзей прекратить. И как бы теща, люблю твои блины. Теща, твои блины вкусны. Но если как бы квартирка маленькая, ну нет этого уже все. Ну теща, когда и блины вкусны, когда все есть. Когда нормальный дом, когда все классно. Тогда могут семейные отношения такие в этой атмосфере. И как бы люди думают, все. Пошел он нафиг со своими лекциями. Строю дом. Я все смогу, я клятвы не нарушу. Своим дыханием землю обогрею. Почему? Потому что поверил человеку. Поверила. И больше ничего. Цель в жизни поставлена. И человек пошел, пошел он. Дом строит, строит, строит. И раз он построил этот дом, он уже все как бы. Ну сильный человек. Очень разум сильный означает достигнет своего. Построил дом. Крыша уже есть. Отделка. Всю кровь высосала. Все, он заходит в дом в этот. И чтобы почувствовать вкус этого дома настоящий, нужно в него привезти друзей. Он приводит друзей, рассказывает, как это было. Показывает слайды, как мы строили дом. Вперед продвигались отряды. Вот, и он строил как бы дом, и все. Он строил, друзья сидят такие, ну молодец, нормально, все. Он построил, класс, давай выпьем, пойдем, зайдем. Он смотрит, блин, никому этот дом не нужен сто лет. Он смотрит, жена тоже вся задолбалась с этой стройкой. Он говорит, слушай, отстань от меня, я так устала от твоей стройки. Мы про детей забыли, они неухоженные. Вот, все так плохо, мы жили в нищете все эти 15 лет, пока строили этот дом. Пропади он пропадом этот дом. Я правильно говорю женщине или нет? Кто строил, знает, да? Мы же 15 лет жизни отдали, мы в 2-3 работах работали, мы так устали. Накренал нам этот дом нужен вообще. Теперь его надо убирать полдня. И ремонт каждый месяц. Когда было 10 метров труб, они ломались раз в год. Теперь 50 метров они ломаются 5 раз в год. Я не то, что-то говорю. В результате у человека происходит вот это внутри. Дом ходит, по этому дому ходит. Где же счастье? Ходит по дому и смотрит, где же счастье? Где же счастье? Он попадает в стрейд жуткий. У него разваливается семья, может развалиться. Когда люди построили дом, интересный эффект. Что люди пока строили дом, они вместе, потому что цель была. Построили дом. Чувствуют, что нету счастья. Нету счастья. Почему? Потому что счастье это очень глубокая вещь. Она связана с верой, с чистотой. Они уже не верят друг другу так сильно, потому что они издевались над друг другом 15 лет. Они 15 лет требовали друг у друга, работай больше, работай больше, работай больше. Дети неухоженные, родители себе дышат в трубочку, потому что на них денег не было. Мы совершили удивительный подвиг. Несмотря на тяжелую болезнь родителей, несмотря на то, что дети не получили хорошего образования, мы построили дом. И вроде бы дальше должна быть очень торжественная музыка, да? Но ее нет. Есть траур. Траур по несчастной, бесполезной, зря прожитой жизни. 15 лет коту под хвост. Человек падает в депрессию. Он не знает, что дальше делать в жизни. Он чувствует это глубокое разочарование. Думает, пропади пропадом этот дом вообще. Зачем я для него жил? Он большой и пустой. Я в нем хожу. Я никому не нужен в этом доме. Мне так в нем скучно. Мне так в нем противно. Когда была маленькая комнатка, были мы все вместе. Сейчас мы все по своим комнатам разбегаемся. Я не могу ни с кем общаться. Никого вокруг нет. Я здесь постоянно один. Он думает. И мой сын постоянно хочет у меня отнять этот дом. Он подходит и говорит, папа, как здоровье? И хочется ему сказать, не дождешься. Послушайте, мои дорогие, пожалуйста, поймите, это важно. Мы с вами не развлекаемся здесь. Хоть нам весело, но мы не развлекаемся. Мы с вами сейчас обсуждаем то, что находится в наших сердцах. А может быть, в моем сердце находится не то, что нужно. А может быть, в моем сердце находится не то, что приведет меня к глубокому счастью. Может быть, то, к чему я стремлюсь сейчас, мне кажется очень чистым и светлым, а потом приведет меня к разрухе. Потому что жизнь человеческая не зависит от того, чего мы хотим. Она зависит только от того, что надо. Человеческая жизнь принадлежит чему-то определенному. Мы должны в этой жизни достичь высшего понимания вещей. И это требует от нас наша судьба. Но если мы не хотим идти этой дорогой, будет разруха. Так возникает стресс. Стресс и закон кармы. Знаете, иногда человек не сдаёт экзамен в этой жизни. Когда в этот случай, в следующей жизни он получит стресс? Даже раньше, чем он этого желал. Так, например, некоторые люди уже рождаются в стрессе. Вы видели вот таких вот детей? Это результат того, что он не вышел из стресса в прошлой жизни. Почему он таким родился? Потому что ему надо... Он не мог... Понимаете, есть люди, которые очень упертые. Они не хотят принимать волю судьбы. Допустим, я всё равно буду верить в своё мужа. Ну хорошо. Значит, рождайся одиноко и в следующей жизни. Если он ушёл, а ты всё равно его ждёшь до конца жизни. Хорошо. Тогда жди ещё целую жизнь следующую. Нет проблем. И жди, когда у тебя появится муж. Всю жизнь. Почему? Потому что если ты такая упертая, значит, цена этой упертости будет твоя жизнь. Кого надо ждать-то? Надо ждать Бога в твоей жизни. Надо ждать Божественного, Чистого, Светлого. Надо ждать. Муж же отдаётся для того, чтобы мы перекантовались как-то в этом мире. Отдаётся для того, чтобы у нас всё нормально в жизни было. Но если мы к Богу идём, с мужем другие отношения строятся. Мы на этой программе духовной, когда мы были там, нам лекции читали муж и жена. И один момент такой был интересный, когда жена читала лекцию и звук пропал. Такое место там, когда пропадает звук. В материальной точке зрения там не всё обустроено. Мне неинтересно было думать, что дальше она будет делать. Я знаю, что происходит, когда пропадает звук во время лекции. Знаю, что это совершенно беспомощная ситуация, и хочется сказать, а не можешь. Ну, как рыба вот без воздуха остаётся, так лектор без микрофона. Я бы это понимаю, мне неинтересно было. Мне интересно было посмотреть на то, как реагирует муж. Я просто сосредоточился всем сердцем и начал смотреть на его сердце. Я почувствовал в его сердце такую чистую заботу об этой женщине. Он совершенно неотрывно смотрел на неё в это время. И в его сердце было чистое, светлое чувство к ней. Не вот это вот желание наслаждаться её телом, как-то использовать его, а просто чистое, светлое чувство. Длогой мой человек, возвышенный, чистый человек. Пусть у тебя в жизни всё будет хорошо. Пускай ты сможешь свою цель, которую ты поставил перед этой аудиторией, достигнуть. Пускай у тебя в жизни всё будет как надо. Такое я увидел его сердце. Я подумал, Господи, какие отношения. Я никогда не смогу об этом лекцию прочитать. Никогда не смогу такие семейные отношения людям объяснить. Потому что то, как вы живёте, однозначно меня спрашивают, а мы можем в следующей жизни быть вместе? Можете. Вот когда ваши сердца объединяются чистым и светлым чувством, то нет уже в следующей жизни, мои хорошие. Человек уходит из этого мира близкий, а он остаётся с тобой. Почему некоторые женщины не хотят дальше жениться? Некоторые из упрямства, а некоторые из-за того, что они ничего не теряли вообще. Они так и живут вместе с этим человеком. И потом, когда следующая жизнь у неё наступает, она тоже с ним потом дальше живёт. Понятно, да, что такое бывает? Божественное не только между человеком и с Богом бывает. Божественное бывает между двумя людьми также, потому что мы божественные частички. Мы божественные частички, но имеем подчинённое положение. Подчинённое означает, что мы можем только служить в жизни. Ну, 15 минут, это уже пора, уже заканчивать, да? Я должен ещё кое-что вам сказать, потому что моя цель также давать вам возможность общаться с другими. И вот по этой теме, как бы общаться с другими, первое объявление не по этой теме. 29 октября у нас будет новогодний вечер. Декабря, 29 декабря будет новогодний вечер Олега Тарсунова со всеми остальными. Здесь написано с Олегом Тарсуновым. Но я, цель моего этого вечера, это перестать болтать и начать что-то делать для вас. То есть я буду подписывать там всем открытки, там сидеть. Ну, то есть там будет концерт, и как бы мы будем всех благословлять. У нас кто был в прошлом году на такой встрече? Хорошо год прошёл? Хорошо. Мы говорили, я желаю, мы шарики заряжали, я желаю, чтобы у вас год прошёл хорошо. Раз, шу, шарик послал. Кто-то поймал шарик, он получил это. И он тоже как бы другому. И так целых пять часов. То есть и все желают друг другу счастья. И концерт идёт, и музыка, и как бы всё. И потом у нас будет такая длительная медитация со слайдами, и мы будем желать всем счастья под голоса святых людей, и так далее. Это всё организует Ирина Медведева. Она сейчас болеет, поэтому я не могу вам помочь, чтобы вы её на неё посмотрели. Но я ей очень благодарен за то, что она всё это делает. 8, 9, 10 февраля уже следующего года, который, в общем-то, не запланирован, мы приглашаем вас на тренинг Олега Гадецкого. Это мой друг, близкий человек тоже. Он интересно к психологии относится. Он поменял понимание психологии, он развивает новое направление психологии, которое основывается на священных писаниях. То есть его понимание психологии – это то, что раньше делали наставники. То есть он утверждает, что психологии нет, есть наставничество. То есть если ты не наставник в своём сердце, ты не психолог. Психолог должен сам так жить. Это его психология. Он говорит, что вот так надо жить, как ты говоришь. Иначе нет никакой психологии, это просто обман. Но это основано на священных писаниях. Вот он «Законы успеха» как бы называется семинар. Но на самом деле этот семинар будет говорить о подхожих вещах, о чём мы с вами говорим, с позиции уже психологии. Мы приглашаем вас в январе 2013 года на лекции по Айрведе, занятия по йоге. Шивашанкар Мельгири, такой доктор удивительный, и он будет погружать в вас вот это древнее знание. Айрведа означает наука жизни. Йога означает связь. То есть это высокие какие-то вещи. Будут занятия проходить, пока неизвестно время. Подробнее вы сможете прочитать всё на сайте Центра психологии Ирины Медведевой. Итак, виды стресса мы немножко не успели, но у нас ещё много времени, я никуда не тороплюсь. Я простроил свои лекции таким образом, что мы будем очень медленно, спокойно двигаться к поставленной цели. Поставили цель понять, что такое стресс и как жить правильно, да? Сегодня вы что-то поняли по этой теме? Что поняли, что стресс возникает, когда человек выбрал неправильную цель. Вы поняли, что стресс возникает в разуме. Почему? Потому что разум – это та сила, которая ведёт себя по судьбе. Что стресс иногда возникает сам собой, потому что человек неправильно жил в прошлой жизни, не отработал эту цель жизни, правильную не поставил, поэтому он с этой же программой стресса переходит в следующую жизнь. Пока цель жизни выше не стала, стресс не проходит. То есть человек не может избавиться от стресса с помощью просто того, что он забылся. Некоторые пытаются выпивать, чтобы забыть стресс, уйти из стресса. Некоторые пытаются поменять как бы шило на мыло. То есть ни этот дом не получилось строить, другой будем строить. Вот и так далее. Это не работает. Эта тема уже пройдена. Человеческая жизнь должна идти вверх, а не по горизонтали. Мы должны дальше, и стресс проходит реально. То есть человек, у него появляется новая жизнь. Он начинает опять становиться счастливым, его сердце опять успокаивается. Ему уже хорошо, у него опять возникает семья. И с женой все классно. Понимаете, не то, что никогда жены не будет, если ты там поражил в любви. Нет, у него возникает семья, у него все классно, у него все отлично, все супер в жизни. Но только в том случае, если цель выбрана выше. Потому что нужно, чтобы все классно было, нужно питать это все. Ты можешь сделать, чтобы это все было классно. Как? С помощью своего служения этим людям. Людям не хватает близким только одного. Им не хватает глубокого вкуса счастья, которое от тебя исходит. Запомните это. Они, когда вам этого не скажут, они, когда вам об этом не расскажут, они, когда это сами толком не поймут, но просто они будут знать, мне с этим человеком очень хорошо. Я хочу отдать ему свою жизнь. Почему? Потому что ты даешь человеку более высокий вкус, чем просто желание наслаждаться его телом, и его эмоциями, и его присутствием рядом. Понимаете? Более высокий вкус означает, что ты поворачиваешься к солнцу. Веды говорят, душа, которая летит от солнца, то есть она забыла, что есть Бог, она забыла, что есть следующая жизнь. Это из этого одно и из другого вытекает. Она забыла, что ее жизнь имеет смысл, не просто строить дом, семью создавать более высокий. Она забыла, что знание поворачивает жизнь в неправильном направлении. Она забыла, что глубокое, чистое, светлое чувство и счастье есть. Ему кажется, что и так жить нормально, у нас все хорошо. Эта душа, почему так? Она от Бога летит, от солнца, чистого, светлого огня, любви. Она летит и гаснет. Почему она гаснет? Потому что цель жизни выбрана неправильно. Когда эта душа искорко поворачивается к солнцу, означает, что высшее, чистое и светлое, ну как бы, как вот нам понять, что мы повернулись к Богу? Для меня святость в человеке самая главная, верность самая главная, искренность самая главная, чистота самая главная, все остальное на втором месте. Но у моего мужа это не является самым главным в его характере. Это значит, что я в своем сердце поклоняюсь священному писанию, поклоняюсь святому имени Бога, поклоняюсь, то есть предаюсь, то есть высшая цель жизни означает предание, поклонение. А своего мужа я воспринимаю как личность, которая станет такой, станет, если я буду в ней взращивать это светлое, чистое. Поэтому я что от мужа хочу? Хочу, чтобы я утром села, помолилась и потом после молитвы вспомнила, что он хороший человек. Когда я вспоминаю, что он хороший человек, это значит, что я приближаю наши отношения к настоящим. Но если мы в сердце ждем настоящих отношений, то это значит, что мы никогда не дождемся. Почему? Потому что мы чего хотим? Просто балдеть. Мы не хотим победить в жизни, а мы хотим просто наслаждаться жизнью. Когда мой муж станет, Олег Геннадьевич, хорошим человеком? Никогда. Когда, Олег Геннадьевич, я встречусь с моим близким человеком? Никогда. Когда я смогу родить ребенка? Никогда. Потому что все эти мысли означают, что ты не хочешь жить как надо. Стань настоящей женщиной, настоящей матерью в сердце. Бог тебе даст ребенка. Стань настоящей женщиной, которая хочет заботиться обо всех. Бог даст мужа. Стань настоящей женщиной, которая может по-настоящему любить. Бог даст настоящую семейную жизнь. Глубокую. Видите, человек должен выбрать что-то высшее для того, чтобы получить то, что он хочет получить сейчас. Потому что, когда человек более высокое получает, он естественно получает образом все остальное. Об этом не надо думать. Это не главное. То, что мы усвоили на сегодняшней лекции, что есть стресс. Некоторые люди думают, что у них стресса не будет никогда. Они думают, у меня нормальная жизнь, Олег Геннадьевич, у меня никогда не будет стресса. Это невежество так думать. У каждого человека обязательно будет стресс. Почему? Потому что эта жизнь предназначена для того, чтобы она менялась к лучшему. Означает, что будет какой-то момент разруха в сердце, а потом новый виток жизни. Поэтому стресс неизбежен для каждого человека. Готовьтесь. Готовиться не означает. Готовиться означает то, что мы сейчас будем делать с вами дальше. У нас сейчас будет практическое занятие, в котором мы будем учиться жить. Жить означает служить энергии любви, служить этому вкусу любви. То есть надо вспомнить сейчас какого-то святого человека на иконе там, на изображении. Первый контакт со святостью происходит на большом расстоянии. Люди сначала думают, что святость бывает только где-то далеко-далеко. Там, где 1500-й там какой-то год, Сергий Радонежский, там Серафим Саровский, только там бывает святость, здесь ее нет. Это тоже хорошо. Это означает первый контакт со святостью. Бог дает на большом расстоянии нам это. Он говорит, да, там вот у тебя есть контакт, а здесь нету. Нет здесь святости, он говорит. Не увидишь ты здесь на земле святости, но тогда раньше было. Нет проблем. Где дают, там и пользуемся. Кто не знает, что есть святость, поднимите руку, кто не знает, что есть святой человек какой-то. Ну не бойтесь чего. Неужели, нет по статистике, кто должен не знать. Все знают. Хорошо. Я не могу понять, что такое статистика. Далеко. А? Ну хорошо. Сергий Радонежский святой? Может быть. В тонком теле. В грубом не святой. А вот вы как рассуждаете. То есть человек это тот, кто в грубом теле находится. А в тонком теле уже не человек. Допустим, смотрите, давайте тогда так с вами. Две минуты беседы. Чтобы все встало на место. Хорошо. Допустим, вот у женщины был муж. У этой, которая ко мне подошла. Он оставил тело. Он перестал быть человеком? Мы от него вспоминаем как человеки, но он перестал быть человеком, да? А? Нет человека? Или есть человек? Видите, вы находитесь в глубоком невежестве. Почему? Потому что человек есть. Просите свое сердце, есть человек или нет? Человек есть. Он остался человеком. И будет им всегда. Если это не так, зачем тогда с ним жить? Если он был человеком, тело оставил, все, теперь он не человек. Так зачем тогда жить с не человеком? Если что-то было человеком, потом стало не человеком, то по факту это не человек. Вот допустим, смотрите, я беру камешек. Он был камешком, раз перестал быть камешком. Это камешек или не камешек? У меня ношу желтый сафир на пальце. Он раз, я одел, он не через некоторые, опа, не желтый сафир. Это желтый сафир или нет? Нет, это не желтый сафир, это обман, подделка. То, что настоящее, оно не кончается. Первое, что нужно понять. Мой муж был человеком, человеком остался. Человеком мы означаем, человеком означает личностью, личностью. Он был личностью, личностью остался. Это первое, что надо узнать. Сергий Радонежский не был человеком. Он остался человеком. И он сейчас реально присутствует там, где о нем думают. Везде, где о человеке думают, он там присутствует. Возникает связь. Это тоже надо узнать. Это надо изучать, мои хорошие. Я вам приводил много примеров. То есть человек думает о ком-то, я говорю о его болезнях. Мы проводили такие опыты. Означает связь. Почему я узнал про болезнь? Потому что я через эту связь туда и сконтактировал с этим человеком. Смотрел болезни. Некоторые говорят, да это по статистике вы все проводите. У меня интересный случай был, который не вписывается ни в какую статистику. В Омске мы такой опыт провели. И я женщине говорю, у вашего брата, она думала о брате, что косоглазие? Она говорит, да. Как вы узнали? Я говорю, так мы же об этом этим занимаемся сейчас. Какая статистика? Сколько косоглазия у людей? Какой шанс мне попасть в косоглазие? В чем тут статистика? Произошел контакт. Можете взять эту Омскую лекцию, недавно она была, послушать. Документальный факт. То, что сказано, это является документальным фактом. Не подлежит сомнению. Итак, у нас есть связь с тем, о ком мы думаем. Сергий Радонежский жив. Я разок ехал в Риге и на том месте, где Цой разбился, Виктор Цой разбился в Риге на мотоцикле. Там написано, Цой жив! Это правда. Потому что он жив, никуда не делся. Тот, кто верит в него, он чувствует его, связь с ним чувствует. А я верю в Бога. Но Бог дает мне знание о том, что люди никуда не деваются. Они не пропадают. Человек жив. Сергий Радонежский жив. Святость осталась. Контакт с ним приносит отношения. Эти отношения живут реально. Когда я общаюсь со своим наставником, которого сейчас нет на земле, одного из них, я реально чувствую связь, я чувствую поддержку, я чувствую помощь. В чем это выражается? Когда мне плохо, мне тяжело, я начинаю служить ему в своем сердце, мне становится хорошо. Это означает, что есть связь. Нет другого способа понять, что есть связь. Допустим, ты мужу служим, он приходит тебе в лицо. Связи нет. Но если ты чувствуешь, что ты заботилась о нем и тебе хорошо стало, потом он тебе говорит спасибо тебе, значит, есть связь. Видите, связь может быть с далеким человеком лучше, чем с близким. Связь всегда больше со святым человеком, чем с обычным. Почему? Потому что он связан с Богом, а Бог наделяет тем, что нам нужно. Он наделяет тем, что дает отдачу. Мы не можем полную отдачу от близких людей получить, но от священной книги, от священного слова мы можем получить полную отдачу, полную. Это наполняет сердце на полную катушку, понимаете? И сейчас вы это будете чувствовать. Сейчас мы проведем такой опыт, смотрите. Вы просто верите в это и не верите. Ученый это тот, кто проверяет. Мы ставим эксперимент. Вы не верите, что Сергий Радонежский жив, что Серафим Саровский жив. Жив означает, что он реально есть, как Личность. Он присутствует. Вы не верите в это, ничего страшного. Ставьте эксперимент. Ведь в ваши сердца некоторые даже не хочут этот эксперимент ставить. Это означает нежелание. Это не означает научность какую-то. Это просто упрямство, сердце и все. Мы ставим эксперимент. Вспоминайте святого человека, кланьтесь ему и говорите, вы хотите эксперимент поставить, ставьте его. Говорите, я хочу тебе служить. Я хочу жить для тебя. Мне надоело думать только о себе. Я устал о такой жизни. Мне хочется отдать себя. Мне надоело все время брать. Мне хочется отдать и попробовать такого вкуса. Я хочу так пожить, чуть-чуть, хотя бы одну секунду, хотя бы пять минут того, что сейчас будет в зале происходить. Потому что у каждого из нас в сердце сидит только одно «хочу себе, я хочу себе». У каждого из нас это внутри и в сердце сидит, а мы должны восстать против этого. Только восставшая душа сможет стать счастливой. Я хочу отдать себя, хочу служить. Пожалуйста, святой человек, который всю жизнь служил, ты уже достиг этого состояния. Помоги мне стать таким же. Я хочу быть таким же, как ты. Я хочу быть таким же, как ты. «Я желаю всем счастья». Я желаю всем счастья. Почему? Потому что святой человек больше ничего никому не желает. Промет. То есть мы вмешне повторяем «Я желаю всем счастья», а внутри вот такая работа проходит. Хорошо? Согласны? Если кто-то не согласен на этот эксперимент, нет необходимости здесь оставаться. Это очень интимное мероприятие такое. Здесь нам не нужны наблюдатели. Нам нужны только участники этого процесса. Хорошо? У меня такая просьба ко всем. Серьезная просьба. Здесь надо прямо, потому что когда мы согнуты, вот так расслаблены, нет концентрации. Разум крепок, когда вытянута спина. Повторять «Я желаю всем счастья» нужно как результат того, что внутри. Но так как внутри ничего нет, нет связи со святым человеком, я его не чувствую, я мысленно кланяюсь в пустоте. Поэтому просто повторяем «Я желаю всем счастья» и хотим этой связи. Пожалуйста, я ничего не соображаю в этом вопросе. «У меня нет отношений со святостью». Святой человек, дай мне эти отношения. Дай мне возможности. Я прошу тебя, я плачу по этим отношениям. Сейчас, я недостойна твоих отношений с тобой, но ты милостивый. Даже недостойному человеку ты даешь возможность почувствовать себя. Пожалуйста, дай мне возможность тебе служить, хотя бы сейчас, потому что потом, наверное, я про тебя забуду. Я уйду отсюда и буду помнить только о своих делах. Я не буду помнить о тебе, но сейчас, хотя бы пять минут, дай мне возможность тебе служить. Я желаю всем счастья, желаю всем счастья от твоего имени, не от своего, от твоего имени. Ты источник счастья, я орудие в твоих руках. Не надо истерики, эмоций сильных. Повторяем, просто очень спокойно, глубоко, вдумчиво. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья! Я желаю всем счастья! Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, знания, всего самого светлого. Я очень благодарен вам за то, что вы пришли на эту беседу, были с нами все это время. Спасибо вам большое. Всего вам доброго. Огромное спасибо. Вообще здорово. Спасибо. 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 Спасибо.